Привет! Сегодня у меня в гостях Миша Афанасьев. Привет, Миша! Привет! По традиции гость рассказывает, как он пришел к музыке и вообще про образование в целом. Можно покороче, можно подлиннее, как ты считаешь? У меня там такая грустная история с грустным концом, с образованием. Интрига, конечно. Я учился, жил в Ставрополе, учился в музыкальной школе. И в какой-то момент за братом поступил в Москву в военно-музыкальное училище. Да, я военный в прошлом. Окей. И, в общем, отучившись там, на самом деле, прекрасное там училище, отличная именно музыкальная база была, там хорошая педагогия. То есть действительно много чего я там приобрел. И поступил, я очень уже к тому времени хотел там что-то делать такое вот в кино где-то, но при этом пока не представлял тогда, что именно. Я что-то думал про режиссуру, про продюсирование, думал поступать во ВГИК. Два раза я поступал во ВГИК, не поступил на разные факультеты. Не на, ну, на звукорежиссуру тоже, но не только на нее. Вот. И брат у меня во ВГИКе как бы учился, поэтому мне казалось, что мне туда надо, но вот я понял, что не надо. Но я параллельно поступил в Институт культуры московский. Вот. И там как бы история не очень задалась в плане того, что я пришел, я понял, что, наверное, мне здесь особо делать нечего. При этом в это время я уже начинал как бы свою композиторскую карьеру развивать. Я начал вообще прям писать первые какие-то пробы, но они начались в училище, где-то на курсе на третьем, наверное. Ну, это тогда прям даже близко не было, что-то похоже на серьезный уровень. Но, грубо говоря, Кубейс какой-нибудь я открыл в то время. А, NFL студия. А, о, ну, все с ним начинали, по-моему. А до этого ты писал музыку? То есть в более раннем возрасте? Ну, наверное, в детстве что-то такое было, но, если честно, я не считаю это какие-то прям попытками серьезными. То есть это скорее пока... То есть я на тот момент не особо понимал, что я реально прям могу сесть и написать музыку. Вот это, кстати, прикольный момент для начинающих. Мне кажется, у многих есть начинающих людей. Вот это переходная стадия, когда ты из человека пробующего переходишь к человеку, который уже понимает, что он может серьезно работать. Вот она у меня происходила где-то... Да долго она у меня происходила. Даже когда... То есть Imagine Music-то свою. Вот я основал, когда был в институте культуры, еще учился, был студентом. Мне было 19 лет. Я сидел в общаге и понимал, что мне очень хочется все это сделать. Вот. И потом, типа, я отучился два курса. Ну и там, короче, такая история получилась. Я понял, что мне надо сходить в армию, пока не поздно. Потому что потом, когда все разовьется, и в самый неподходящий момент взять и уйти в армию, не хотелось. Ну ты точно знал, что придется, да? Ну я думал о том, что, ну мало ли, там прописаться в Москве придется когда-нибудь, а прописаться через военкомат. Ну такая же история, короче. Да, а учитывая, что я учился в военном училище музыкальном, я понимал, что, наверное, как бы у меня есть все-таки пути попасть не абы куда, а в какой-то... Я попал в военный оркестр университета военного, там, где вот дирижеры военные учатся, вот рядом с ними. И там отслужил, короче, год, да. Взял академию отпуска в институте и отслужил там год. Писал там, сидел в коптерке треки, которые взяли в Годзиллу. В итоге трек был написан «Коптерки», я про это рассказывал. Про него поговорим, да? Про него поговорим еще, да. Но, в общем, когда я вернулся с армии, я что-то посмотрел в целом на образ... Ну, я пришел на третий курс, и что-то я посмотрел на вот эти курсовые сессии, там, какие-то... Что-то, короче, я понял, что, наверное, я уже все-таки, мне не до этого. И, в общем, забрал документы, ушел. И с тех пор, в принципе, вот я так и без высшего образования живу, но, в принципе, мне это не мешает. Понятно. А на каком инструменте? Ну, да, ну, я изначально в музыкалке учился как пианист, и там с пяти лет, по-моему, я учился. Вот. Потом поступил в училище, меня сначала посадили на флейту. На флейте... Ну, а там какая история, в военном оркестре пианисты не нужны, он же на улице играет. Там как бы нужен состав, который играет в составе дефиле, там, все дела. И поэтому там всех пересаживают, всех народников, всех, там, пианистов, всех, в общем, кто не подходит под духовой оркестр, их пересаживают на что-то духовое. Как раз пока они еще в возрасте таком, где можно переучить. И меня посадили на флейту. Что-то я начал на ней играть, короче, два месяца, по-моему, на ней занимался, и мне преподаватель сказал, что что-то у меня там с губой, короче, она трясется. И, короче, это физиологически просто аппарат так устроен, что она трясется, у меня что-то там какая-то струя неровная, и очень долгое время не буду тратить на то, чтобы, в общем, наладить все это дело. Это будет тяжело, профита будет мало, в общем, короче, говорит, лучше тебе сейчас пересесть, пока ты еще только начинаешь. И меня пересадили на ударные, я очень рад, что меня пересадили на ударные. И так я на ударных играл, там, и в биг-бенде училищном играл, и просто в оркестре играл, там, и вот. И потом еще поступил, когда в Куле, ну, извините, в Институт культуры, я поступил, но я поступил там уже на дирижера, то есть я учился там на дирижера. Ты сам прям понял такой, ну, наверное, мне нужно быть дирижером, это полезно. Ну, мне всегда нравилось, в принципе, дирижирование, но Институт культуры, тут вопрос в том, что, честно говоря, он был у меня немножко как запасной вариант, когда я пытался поступить во ВГИК, и когда я во ВГИК не поступил, но при этом поступил в Институт культуры, я как бы в нем и остался, поэтому, собственно, я там и вообще обосновался. То есть какой-то прям цели, цели на тот момент у меня уже была более-менее вот начать писать музыку, пытаться в этом разоборот. Вот ВГИК был, но это такая тоже недолго у меня история с желанием попасть во ВГИК пробыла. А вот потом я просто дальше занялся музыкой, вот Imagine Music появилась, тогда я не особо вообще представлял, что надо делать. Да, вот тогда уже расскажи про Imagine Music, как ты вообще решил... Ну, короче, там какая примерно история была. В то время индустрия только-только начала переходить на систему трейлерной индустрии, она очень долго существовала в таком формате закрытого какого-то сообщества, которые вот какие-то лейблы организовали закрытую тусовку, эти люди пишут для них где-то рядом, там находятся, они все вместе приходят, пьют кофе, делают треки там. А потом некоторые лейблы новые, они начали потихоньку понимать, что а почему бы не взять людей на фрилансе с разных вообще стран мира и просто просить их делать треки, они дома у себя делают, присылают. Зачем лично встречаться, зачем лично быть знакомыми? И там одна из фирм, которая это быстро поняла, это Really Slow Motion, которые очень-очень сильно прям бустанулись в то время, ну, прям задавали тренд. И я что-то на них посмотрев, я сначала пробовал на них, по-моему, даже работать, какие-то им треки отсылал, я не помню сейчас точно, что там было. Помню, что даже вроде как будто что-то у меня брали, но в итоге оно в релиз не попало, там что-то какая-то такая история была, я даже не помню точно. А потом, я не помню, я общался с кем-то про вот вообще всю эту сферу библиотек, там то, что есть трендерные библиотеки, и кто-то спросил, типа, а в России почему ни одной такой нет? И я такой, действительно, типа, а почему? Пора начинать. А тут еще 19 лет, все дела, такой максимализм немножко есть. Да, я думаю, что а почему бы не сделать библиотеку? Я не очень понимал, что конкретно в этот момент я собираюсь делать. То есть я понимал, примерно видел схему, по которой те же Релиз Лоу Моушен работают, там Subpack Music появилась, вот эта, которая сейчас разделилась на много лейблов, большая-большая фирма такая. Там еще какие-то библиотеки. Я видел, как они работают, я примерно понимал условия, у меня был какой-то договор вот с теми же Релиз Лоу Моушен, я понимал юридически, как это оформляется. Но много еще там подводных камней было, в частности, как вообще клиентов искать я даже не представлял. То есть я на тот момент просто сел, нашел композиторов каких-то, ну, кто был рядом, спросил, не хотят ли они, а тогда это было модным, библиотеки появлялись, видимо, поэтому многие на начальном этапе вписались. Мы начали делать какие-то первые альбомы, но первые альбомы, честно говоря, у нас не очень мягко, там не очень, в общем, качественно. А ты не хотел прям сам сделать альбом один или ты сразу понял, что нужно прям несколько? Нет, я понимал, что тут надо прям брать разных, я понимал, что есть люди опытнее меня, которые понимают вот в этом всем. Да, слушай, даже первая лицензия у нас из первого альбома была, то есть там как раз человек, который был очень опытный, вот благодаря этому, собственно, у нас вообще появилась первая лицензия. Поэтому, нет, у меня тактика наоборот была, чтобы попытаться завербовать вот этих опытных ребят к себе, не имея за спиной вообще ничего, то есть просто обещания. Но там была еще немножко такая история, мне повезло, блин, даже не знаю, как, кстати, повезло или нет. Короче, тогда существовала такая библиотека, как Свич, она сейчас уже ее никто не знает, и ее основатели вообще в целом, своеобразные о нем отзывы, он такой, ну, странный парень был. Почему? Ну, я сейчас объясню, вот он, короче, у него этот Свич был, у них там брали в Золушку, вот диснеевскую музыку, еще там куда-то, я помню, что у них были лицензии, и тут они объявляют о том, что они вместо Свич, типа, делают Свич Мюзик Групп, в которой собирают много разных лейблов, и вместе все это собирают в одну кучу, и пытаются все это, типа, продавать. И мы как раз вписались, вот только они появились, и мы тут как раз, я говорю, а я тут делаю библиотеку, это прямо одновременно почти произошло, и они сказали, классно, давай, в общем, наша библиотека как бы под ними, то есть, возможно, кредит доверия немножко был за счет того, что у нас за спиной была какая-то якобы вот эта библиотека, но по факту в итоге мы от них не то, чтобы ничего не получили, ни одной лицензии от них ни разу не было, там просто сам парень вот этот, то есть он, я потом, когда уже общался с другими людьми, говорят, что у него сомнительные какие-то решения принимались в плане ведения бизнеса, он иногда очень очевидно хорошие решения отвергал по какой-то своей там причине. Кусочина, короче. Ну, в общем, странно, что-то там было, и в итоге как бы он в итоге закрыл всю эту свитч-музик-группу, все разошлись по своим там этим, все библиотеки просто сами по себе стали существовать, кто-то выжил, кто-то умер, там были вот, ну, я сейчас так не вспомню, Тета Саунд была, вот она сейчас живет, была какая-то Альянс Мьюзик, она уже не живет, там, короче, разные были. Вот, и мы уже дальше пошли своей дорогой, но вот этот первый, первый, этот у нас хотя бы был предлог, что типа, ну, смотрите, у нас вот, типа, американцы есть за нами, как бы какие-то, у которых есть лицензии, вот, но по факту это ничего не значило, как оказалось. Понятно, но все равно полезно оказалось. А почему ты вообще решил вдруг заняться именно трейлерной музыкой? Ну, да, тут, во-первых, нравилась сама музыка, в первую очередь. То есть я из-за того, что она супер эпик. Сто процентов понимал, да, это прям такой супер гипертрофированный эпик, в отличие там от того же Циммера, это вообще очень сильно у людей иногда путаница по поводу вот, что есть киношное, есть трейлерное, кажется, что это одно и то же, это вообще не одно и то же. В трейлершине очень сильно преувеличено, скажем так, по драматике. Там эмоции на максимуме, я понимаю. Вот, и, ну, мне нравилось, и я в какой-то момент понял, что я те же там аудиомешин слушал еще в детстве, когда там Аватар вышел. Без интернета я где-то нашел эти треки у кого-то. То есть мне еще с того времени все это нравилось, я понимал, что, ну, короче, мне нравится вся эта сфера, а тут еще сама схема вот эта, которая многих пугает, многим нравится. Схема вот этих лицензирования, что ты просто закидываешь, закидываешь, закидываешь треки, а потом в какой-то момент какой-то из них такой, ты джекпот выигрываешь, и тебе там приходит лицензия какая-то. Вот, кстати, да, расскажи тогда про это, насколько часто вообще берут трек? Ну да, вообще об этом прям хочется поговорить, если честно. Так давай, конечно. Да, потому что очень много ко мне людей приходит, когда просятся ко мне в библиотеку, не совсем понимая, ну, как примерно эта сфера устроена. Многие люди смотрят, когда на то, как композиторы многие выкладывают новости о том, что мой трек взяли там в Бэтмена, в Мстители, там еще там какие-то. Ты смотришь на это, думаешь, офигеть, просто ты можешь вот так вот, ты ноунейм абсолютно, ты приходишь, даешь свои треки, они попадают сразу там в какой-то Марвел новый, и тут тебе еще денег наваливают, и там и прочее. На самом деле там есть, во-первых, фактор вот этих соцсетей, то, что ты у всех-всех видишь новости, а по факту у каждого происходит там одна лицензия несколько месяцев, но тебе кажется, что там у каждого просто миллион этих лицензий. Во-вторых, никто почти никогда не говорит, что именно взяли, а там когда выясняют, что взяли, там вот эти истории, когда взяли там три секунды какого-то дрона из трека, но взяли в Бэтмена, и ты ходишь и говоришь, что, блин, а у меня в Бэтмена музыку брали, а то, что у тебя взяли три секунды. Да, нужно просто уточнить, что в трейлерной музыке, то есть могут у трех композиторов взять и, грубо говоря, склеить там из этого один трек. Да, даже серьезнее истории бывают, когда могут брать там чуть ли не шесть треков, но из одного просто берут какой-то саунд-дизайн, из другого берут, там такие иногда замесы происходят, то есть бывает такое, что в одном трейлере может из, вот по надерге на разных элементах быть реально там треков из десяти, но при этом один звучит на весь трейлер, а из других натыканы просто, где-то пульсик вставили на три секунды, где-то два. У меня была смешная ситуация, короче, есть трек в альбоме у нас Supreme вот три, у меня есть серия сольная, можно, если хочешь про нее отдельно еще поговорить. Там есть трек, который несколько раз лицензировали для разных проектов голливудских, но это прям круто, блин, один и тот же трек, но есть один прикол. Там в треке лицензировали, короче, стем с звуком в уши с хитами, и его лицензировали там три-четыре секунды, один и тот же, видимо, хит, просто брали и вставляли куда-то. При этом трек вообще даже близко у него ударный появляется ближе к концу три раза там или четыре. То есть весь трек почти идет без ударных, и где-то в конце есть какой-то там хит вот этот. Ну типа да, и все. И вот его взяли несколько раз в разные там, его брали в Годзиллу, вот не основной тот, а в какой-то там, в ТВ-ролле какой-то брали, его брали в для, что-то для Apple какой-то плюс был сериал, потом еще куда-то, короче, вот все время этот хит где-то появлялся. По какой причине, я вообще не знаю, но вот. То есть он вроде бы не супер какой-то... Он вообще не примечательный, я не представляю, почему именно его брали, вот я не знаю, это же загадка. Слушай, а как монетизируется все это дело вообще? Да, ну я вот, собственно, да, и хотел как раз вот к этому перейти, что из-за неправильного представления у людей о том, как это работает, многие ждут, вот приходят в сферу и ждут, когда сейчас на них польется. Не польется никогда и нигде, потому что библиотек огромное количество, просто вот трейлершин, ее очень много. Трейлершина очень часто запрашивается по таким тонким вещам, которые ты никогда не догадаешься, что там все это подобрано по таким вот параметрам. Ну и серии, например, когда у нас, нам иногда приходят запросы не на треке, а просто типа «Ребят, мы делаем такой-то проект, накидайте музыке, которую вы посчитали, подходит под нашу задачу». И брифуют просто по этой задаче. И, например, там, вот я помню, Локи мне запомнился, потому что там на Локи не могли найти трек. Я думаю, как же так, там, для Марвела, что каждый второй трек вроде бы подходит, но нет. Они пытались найти трек, в котором была бы эпичная вот такая вот трейлерная музыка, которая при этом подходила бы вот именно Марвеловской вселенной, но в которой при этом еще и присутствовал бы какой-нибудь элемент, который бы подчеркивал вот эту изменчивость, какую-то хитрость характера Локи. Вот типа хитрость какая-то в треке должна была быть заложена. И вот, блин, а это же не так уже просто становится. Ты начинаешь треки листать и понимаешь, что никакой хитрости там даже близко нет вообще. То есть ты слушаешь, и мы какие-то, я помню, даже треки накидали, но я понимал, что во всей нашей библиотеке под вот этот бриф подходит там буквально трека три или четыре. То есть вот, и там, ну и, короче, люди, когда приходят, они, собственно, не понимают, что там вот куча вот этих тонкостей, из-за которых шанс каждого трека попасть куда-то, он очень маленький, очень маленький. Но профит хороший, как бы, если твои лицензируют музыку, там прям деньги зачастую хорошие. Для российского рынка не очень, но если в голливудские, как бы, брать эти, ну, про это можно тоже поговорить. Да, обязательно. Вот, ну, короче, предупреждаю всех композиторов, кто это смотрит, будьте аккуратны с трейлерной сферой. Она очень симпатично выглядит, но по факту ваши шансы очень маленькие. Это примерно как выиграть в казино, вот, недаром или там в лотерею какую-то выиграть. Ну, то есть, не даю, это многие паблишеры прям приводят аналогию, потому что по факту это реально так. Ты закидываешь, закидываешь десятки треков, и в какой-то момент один из них окупает все остальные труды. А 99% других треков лежит без дела и всегда будет лежать, и, скорее всего, никуда никогда не попадет. Вот реально, то есть там вот так. А ты писал когда-нибудь для стоков? Нет. Я думаю, можно, я тоже нет, но можно ли провести аналогию? Я думаю, можно, но здесь, короче, библиотеки, по сути, это супер премиум стоки, на которых намного реже берут, но намного больше платят. Стоки, они все-таки про регулярную такую тему, и еще большая разница между стоками и библиотеками есть в том, что на стоках нужно максимально стандартизированное что-то, а на библиотеках зачастую наоборот абсолютно, что-то отходящее от стандартов, что-то непохожее на привычное нам звучание, но при этом остаешься в рамках вот этих трейлерных. А непохожее звучание это что, например? Просто, насколько я помню, да, ну то есть сейчас, да, уже начинают как-то импровизировать и экспериментировать с какими-то элементами, но в основном, то есть мы слышим это просто вот там медь с хором. Вот, короче, у всех есть мысль какая-то, этот, как это называется, я забыл, как это называется, когда, короче, всем кажется, но по факту этого нет. Вот, всем кажется, что трейлершин – это медь с хором. Короче, хор вообще уже просто не используется лет пять, мне кажется, вот активно в трейлершине вообще. Почему? Ну, всем надоел. Уже мы витом? Очень, очень надоел всем хор, потому что он какой-то слишком яркий такой элемент, слишком дающий определенный какой-то характер звучания, его очень редко используют. Мне кажется, это такая, можно сказать, нечестная краска, потому что она всегда дает вот это что-то супервозвышенное такое. Вот именно, а супервозвышенное зачастую не нужно из-за этого как бы и вообще, если честно, трейлершина, там если посмотреть, во-первых, там я не говорю как минимум про гибридную музыку, про всякие саунд-дизайн треки, где все базируется вообще не на оркестре, в принципе, и не на… Там используются синтезированные тембры какие-то интересные, там используются какие-то необычные ударные, там используются какие-нибудь вокодеры, там, вакодеры, там, неважно. То есть очень много всего, вообще даже близко, я не говорю про саунд-дизайновые треки, там, взять хоррорные трейлеры, там же все исключительно на саунд-дизайне каком-то типа там акустическом сделано зачастую. И в целом, то есть в трейлерах нет никакой меди с хором почти никогда нигде, просто люди смотрят в основном только самые какие-то… Ну, в Марвеле, грубо говоря, будет медь и, возможно, где-то появится хор. Но люди забывают о том, что помимо вот этих фильмов, выходит еще 99% фильмов непохожих. То есть там… Ну, и вот взять нашу библиотеку, например, что у нас представлено там у нас? У нас, как и во всех хороших библиотеках, там идут серии альбомов, которые вот определенный узкий характер какой-то обозначают. Например? Вот, у нас есть серия Razor, это типа агрессивный саунд-дизайн, то есть одна нотка, которая по кругу крутится, но из-за того, что она очень круто саунд-дизайном обыграна, это все клево звучит, из-за этого можно резать ролики какие-нибудь короткие, там очень много всяких монтажных вот этих дел, там, перебивок каких-то. И там тоже много разных настроений внутри альбома, то есть там есть и околороковые вещи, и околокомедийные вещи, и около… Там чего только нет, короче. Потом есть, например, серия Driver. В Driver мы делаем, типа, в каждом новом альбоме стараемся современные жанры оттрейлеризировать, то есть у нас был первый про рок, там трейлерный такой рок был, во втором был хип-хоп, и там трэп, хип-хоп вот такое. В третьем, вот сейчас мы делаем его, доделаем, вот буквально скоро будем выпускать, там типа электронщина, такая именно танцевальная электронщина ближе к такому. И ДМ, короче. Есть у нас серия Omen, это хоррорные треки всякие разные. Есть у нас серия Infinity, это гибридная серия такая, с оркестровой гибридной, но больше про космические какие-то вещи, sci-fi там, вот в эту сторону. Есть Resistance серия, она больше про какой-то dark, такой темные какие-то блокбастеры, но такие про апокалипсис, может про какие-то больше агрессивные и больше темные тона там. Что там еще у нас есть, айтерна серия, это типа про какие-то красивые, такие мультяшные а-ля какие-то истории, тоже оркестровые, тоже с гибридом где-то, но да, это больше про сказку. Есть серия Masterpieces, это прям отдельная тема после Godzilla пошла, когда мы начали делать кавера на классику. То есть это альбом с каверами. Это в какой-то момент стало очень модным, в принципе. Это, если честно, стало модным после Godzilla, и чем я вот рад, что вот так получилось, да. То есть делали раньше кавера на классику трейлерные, но они особо как-то не, ну не сказать, что сильно пользовались. А в какой-то момент, да, вот вышла Godzilla, что-то она очень сильно хайпанула именно вот в нашей сфере. То есть не то, что в мире все начали о ней говорить, нет, ну то есть трейлер и трейлер, был и был, то есть, но люди, именно библиотеки и монтажеры, они как-то прощупали тему, что кавера на классику можно прямо, это такая тема большая, в ней можно копаться и копаться, можно много чего найти интересного. И просто начали выходить один за другим у разных библиотек альбомы вот с каверами на классику. А у меня это вообще, как это появилось? Вот помимо всех вот этих серий, которые я перечислял, у нас есть еще серия Supreme. И Supreme это именно, она, это исключительно, короче, моя такая, во-первых, отдушина просто, где я прямо, это сольные альбомы мои всегда. То есть там никого не привлекается, там всегда в каждом альбоме 9 треков, они всегда максимально разнохарактерные, разные какие-то жанры, разноплановые. То есть такие вот, все объединенные какие-то общие, там типа а-ля гибрид оркестровый, но все равно у каждого своя какая-то фишка есть. В них была такая тема, что сначала я в самом первом Supreme сделал это по приколу. Я сделал трек, основанный на мотиве из мусоргского, из этого, старый замок там есть. Причем это просто, то есть не то, чтобы я прям целью задался, я наиграл на гитаре, я не умею играть на гитаре, но там я что-то записывал, ну так, короче, как и все мои, да. И я что-то наиграл, такой, о, прикольно звучит на гитаре, записал. Редактор субтитров А.Семкин Потом, когда вот вторую Supreme делал, я такой подумал, блин, а может сделать прикол? Фишка я такой, что я вот в каждом буду делать кавер на классику, просто как дань классики. У меня не было какой-то затеи большой за этим, и меня просто очень, я люблю классику разную. И я думаю, почему бы вот так лишний раз... Не сделать ремикс. Ну типа да, лишний раз не напомнить людям о классике, только в современном каком-то формате. И вот во втором Supreme я сделал тот самый этот Claire DeLune, то есть на лунный свет, на DBC, да. Да вы рехнулись! Простите, но это единственный выход. Простите, но это единственный выход. Пока его вдруг не берут в Годзиллу, и это становится прям большим. Его потом еще после этого не раз еще брали в какие-то трейлеры поменьше, про которые мы не особо знаем. Там какой-то испанский фильм его взяли в трейлер. Там для Люльда второго его примеряли на кинорынке, тоже делали. Просто это для кинорынка ролик был, поэтому мы его не увидели. Они в итоге взяли Рапсодию Брахманинова, тоже которую я делал, который очень похож на Claire DeLune по структуре. По сути, тот же самый, только просто музыка другая. Ну и в общем, в индустрии начали люди альбом за альбомом делать. А мы аудиомешин сделали альбом с КРМ на классику. Хайфайн сделали, тоже крупная библиотека. Эти Хайденс, Ситизенс тоже сделали. Потом многие мне говорили, что есть еще альбомы, которые в индустрии есть, просто они закрыты, и поэтому мы не знаем. Но их тоже там сделали. В общем, это прям пошло трендом таким. Ну и мы, естественно, сразу свой же тренд надо подхватывать. Мы сразу сделали вот эту серию мастерпися, где прям уже по каверам пошли, по-серьезному уже делать. Вот у нас два альбома эти мастерпися вышли. Один уже даже для публики есть, он на iTunes есть, его можно послушать. Клево. Я очень порадовался, когда услышал DBC в этой обработке. Я просто большой фанат вообще импрессионизма. Я прям очень порадовался. И насколько я знаю, ты сделал его там вообще на коленке буквально, да? Ну, не то, чтобы на коленке, да. Это же вот это как раз история была, что я пошел в армию. Это вот эти все события связываем, да? Я пошел в армию, там сидел в коптерке. Я был типа канцеляром у начальника, и поэтому я мог себе позволить в коптерке сидеть с ноутбуком. Да. И, в общем, там я как раз делал вот этот второй Supreme. Прямо на ноутбуке у меня не было каких-то там суперусловий. У меня были наушники от айфона, в которых я сводил. Вот, это был ноутбук. Он стоил там тысяч тридцать, наверное, какой-то Toshiba, по-моему, я не помню сейчас, или Acer. Что-то какой-то не очень дорогой ноутбук. Мне приходилось очень часто там фризить миллион дорожек. Каждый раз все фризить, потому что просто три плагина добавил, уже все тормозит. И у меня какая-то даже схема, я помню, была, что я типа делал сначала, накидывал основные тембры, их выводил в отдельные дорожки в новом проекте, открывал уже, да, аудиодорожки, на них еще что-то навешивал. Ну, короче, какая-то такая система была, я сейчас не помню. Ужин, блин, сейчас вспомню, страшно. Ну, понятно, он быстро сделал. Да, ну, и я вот делал альбомы, ну, не сказать, что я прям быстро его сделал. Ну, короче, да, я его сделал, как очередной какой-то трек, я не думал о том, что прям... А я сидел как раз в армии, там еще я в оркестре служил, поэтому там было фортепиано, я думаю, время, чтобы зрение терять, просто еще заодно, лишний раз учил просто какие-то произведения. И вот «Лунный свет», я просто его открыл, как сначала игра, играть в лучшую просто для себя, просто чтобы там посмотреть, как оно сделано. Ну, и вот в какой-то момент я подумал, ну, его и возьму, попробую на нем сделать. Вот сделал. Класс. Ты знаешь, да, что мемы даже уже есть? Какой? Видел, нет? А, в ТикТоке, в смысле? Ну, вот это, там, где чувак... Под кульминацию это все с тобой. Нет, это, короче, я случайно... Да, я узнал об этом меме, абсолютно случайно, короче. Вот у нас же выложен этот трек из «Годзиллы» на канале, на ютубе. И там обычно, ну, то есть во время того, как «Годзилла» вышла, там прям движуха-движуха была, там потом в какой-то момент все это подутихло. Иногда появляются люди, которые как-то до сих пор с трейлера «Годзиллы» там приходят, говорят, вот классный трек, как я там в трейлере его видел. И тут вдруг, короче, у меня в ютубе начинают появляться регулярные какие-то комментарии о том, что пришел отсюда из ТикТока, видел «Айдроп мем» вот этот. Я думаю, что это такое? Ну, я понимаю, что походу где-то что-то зафорил. Начинаю искать, и да, я нашел этот видос, блин, это смешно. Да, смешно еще, что в ТикТоке у нас дебют не этот был. У нас дебют был в ТикТоке раньше, когда у нас «Макдональдс» купил в рекламу этот трек. Там, например, такая же история была тоже дикая, где там девушка берет бургер, кусает, и у нее, типа, там вселенная, короче, сразу там у нее... А под какой трек? Вот, под этот, ну... А под этот же? Да, да, то есть я говорю, что этот трек дебютировал в ТикТоке раньше, но это в рекламе «Макдака», а потом уже вот люди его зафорсили вот для вот этого. Забавно. После темы про такие мировые бренды, нужно поговорить про цены вообще в трейдерной индустрии. Это всегда очень интересная тема. Да, это опасная. Когда я говорю про цены, все вот игнорируют все, что я до этого говорил, и все равно потом приходят и присылают треки и говорят, возьми меня, блин. Ну, тем не менее. Нет, потому что я слышал вообще разные истории. Когда у тебя полностью там могут трек выкупить, когда не полностью, когда... Нет, я объясню. Разные они как минимум, потому что они просто разные. Никогда не бывает такого, что вот прям есть какая-то дефолтная лицензия, вот так она происходит всегда, и все. Там все время все обговаривается. Там не бывает такого, что вот ты просто дал, сказал там, типа... Ну, вот так ты понял, короче. То есть не бывает такого, что есть какой-то регламент определенный. Особенно, например, в России, то есть ты все равно всегда договариваешься напрямую с клиентом о цене, о условиях, кому-то одно важно, кому-то другое. Но если базово, да, то лицензия обычная. Что такое лицензия для музыки? И как вообще вот в этой трейлер-шине обычно все оформляется? Обычно оформляется не исключительная лицензия, то есть этот трек может дальше куда-то распространяться. Если вдруг иногда хотят, чтобы он не распространялся, могут оформить исключительную. Но на самом деле там обратная ситуация. Там тебе говорят о том, что тебе не очень будет выгодно, если ты этот трек будешь куда-то отдавать еще. Потому что... Точнее, не так. Там просто заранее зачастую спрашивают, использовался ли трек где-то раньше. Если он использовался, его уже не возьмут 100%, скорее всего. Потому что никто не хочет еще раз один и тот же трек. Я имею в виду в крупных каких-то фильмах. Ну, конечно. Для мелких-то понятно. Там никто особо не спрашивает, потому что вы удивитесь, сколько приколов бывает можно найти, когда ты начинаешь смотреть, какая музыка в разных трейлерах играет. Это прямо один из моих любимых примеров. Немногие знают, что в «Интерстелларе», когда была реклама «Интерстеллара», в одном из трейлеров, который только для Великобритании вышел, то есть он не для мира, на Великобританском канале вот его можно найти, там играет музыка из фильма «Вэзначит Вендетта». То есть ребята просто взяли саундтрек из другого фильма и вставили в трейлер «Интерстеллара». При том, что это известная композиция, и многие знают, вот самый популярный трек из «Вэзначит Вендетта», вот он единственный там, который ее знают, вот его взяли и вставили в «Интерстеллар», в трейлер. И никто как бы даже, скорее всего, не заметил, скорее всего, никто не знает, что это музыка из другого фильма. Ничего себе. И там много таких историй. Но, короче, возвращаясь, да, к лицензированию, то есть оформляется обычная лицензия, запрашивают обычно следующую информацию. Там мы, например, делаем трейлер, они его уже собрали, скорее всего, под твою музыку и уже приходят с уточнением цены. Они спрашивают, сколько будет стоить, а ты им говоришь, типа, скажите мне, сколько секунд трека использовано? То есть, естественно, за 3 секунды и за 200 секунд разная будет цена. Сколько секунд трека использовано? Для каких территорий? То есть это может быть для всего мира, а может быть, например, только для России? Вот у России очень часто, ну, я расскажу сейчас историю про эти всякие штуки. Потом, на какое количество времени они лицензию-то покупают? Ну, это, если честно, достаточно условное такое условное понятие, потому что, например, вот ты взял, купил лицензию, например, на год, выложил трейлер в интернет, а потом год прошел, ты же не будешь его удалять. Никто не удаляет обычно, но лицензии зачастую на год оформляются. То есть это такая условность, и кто-то просит бессрочно сделать. Но, в принципе, лично у нас, например, на цену это реально мало влияет, потому что это такое размазанное какое-то понятие. Ну, есть какие-то прям определенные таксы? Или это всегда договоренности? Нет, ну вот, и, собственно, определенных такс нет вообще. Вот, прям вообще. Например, была ситуация интересная, что у нас взяли трек в, короче, 20, по-моему, секунд, или 30, короче, в начале «Очень странных дел», в третьем сезоне, в трейлере, там играет прям самое-самое начало, там играет мой трек. Вот как раз из «Суприма», из одного. Он играет, там, секунд 20-30, а потом просто вступает другой трек, причем это не просто трек, это кастом, написанный специально под этот трейлер. Это был кавер на, по-моему, Филиппа Гласа, что ли, или что-то такое, на кавер, короче. И композитор этого кавера мне написал, что, типа, слушай, сколько вы получили за вот те 20 секунд, которые играют. И выяснилось, короче, что за 20 секунд я получил столько же, сколько он получил за двухминутный кавер на кастом, специально написанный для трейлера, вот он столько же абсолютно получил за него. Просто потому, что я запросил много, а от него паблишер запросил немного. Понятно. Вот, и все. Договорились, короче, так получается. Да, и очень важно зачастую уметь, там, типа, вот эти ценники выстраивать, потому что есть ребята, которые очень просят сильно димпинговать, там есть люди, которые продают для Голливуда треки по 500 долларов. То есть это единоразовая выплата, да? Ну, типа, они вот лицензируют в какой-то трейлер и продают этот, там, трек за 500 долларов, а есть люди, которые за этот же трек попросят, там, типа, там, 20 тысяч долларов. То есть кардинальная разница. Поэтому, собственно, все время разные истории. Поэтому ты никогда не понимаешь, у кого какие ценники, у кого какие, потому что у каждого свои ситуации. Там даже с компаниями разные. Вот пророссийские вообще, как бы, отдельно. Очень много у нас компаний, у всех всегда договоренности свои. Но, например, если зарубежные брать, у них, например, Warner платит хорошо, а вот Sony все время пытается сэкономить. Это прямо отличительная фишка Sony. То есть у нас даже была история, я прикалывался, что нас в Голливуде переписали. Короче, у нас должны были взять трек, на него прислали запрос. Наши ребята, вот партнеры, выставили им ценник, видимо, достаточно внушительный для Sony. И они решили, что зачем тогда покупать. И они, видимо, взяли кого-то, кто переписал наш трек. То есть ты слушаешь, ты прямо вот... Многие говорят, вот в России часто вот эта тема происходит, когда тебе дают и говорят, сделай так же, но только чтоб не плагиат. Референции. Но вот мы столкнулись с тем, что там это тоже произошло с нашим треком. Взяли наш трек, сказали, перепиши так, чтоб не плагиат. Мы сидим и слушаем, понимаешь, блин, это же прям наш трек. Ну вот он просто чуть по-другому переписан. Не докопаешься никак вообще. То есть это оригинальный вроде бы трек, ты не можешь. Но по темпо-ритму, по всем склейкам, по всем хиты, все там, все акценты, все абсолютно так же оставлено. Ты понимаешь, что там раньше... А, и ты еще знаешь, что на него пришел запрос на цену. То есть точно его хотели брать в этот фильм. А потом, видимо, дешевле было нанять кого-то. Обалдеть. А это для чего? Это какой-то ужастик был там, я не помню, у Sony. А я не помню, короче, как он назывался. Какой-то уже... Я не очень хорошо в ужастиках ориентируюсь. Не мой любимый формат. Интересно было бы потом сравнить. Ну, вот не помню. Какой-то там... Я даже... Он один из не самых известных каких-то ужастиков. Скорее всего, именно поэтому они решили переписать, возможно, внутренними какими-то силами своими. Потому что не самый какой-то проект. Обычно, если проект прям серьезный, там никто не мелочится на деньги. Там типа отдают за любой трек сколько угодно, лишь бы только... Ну, конечно, в относительно разумных пределах. Но там прям ребята готовы платить сколько угодно, лишь бы все звучало именно так, как они вот собрали. То есть никаких переписываний, никаких вот этого всего не должно быть. Ну, понятно. Интересно просто, за сколько ты продал свой там первый трейлерный трек вообще? С каких ценников вообще может начаться карьера, так скажем? Ну, слушай, я, наверное, так бы сказал, что она в любом случае должна начинаться с хороших ценников. Не стоит начинать с демпинга. Это самый худший путь, потому что ты от него потом не оторвешься вообще. Ты вот придешь к клиенту один раз с ценником ниже конкурентов, а потом он к тебе придет за тем, чтобы еще раз купить музыку по этому же ценнику. Хорошо. Но в целом в России, в России, наверное, лицензия вот в трейлер или там в TV-ролик в районе, ну, где-то полутора-две тысячи за секунду рублей. То есть берут у тебя минуту 60 секунд, это, соответственно, от 60 до 120 тысяч рублей примерно будет, ну, иногда можно надбавить, редко когда убавить, ну, то есть я ниже тысячи рублей обычно вообще редко опускаю, потому что только в исключительных случаях, где ты там прям совсем смотришь, там чуть ли не инди-команда какая-то, они просто не могут себе позволить. А если какой-то серьезный киношка какая-то, там точно ты не понижаешь, обычно повышаешь. Ну, тут опять же тоже такая схема работает, что ты заходишь с высокого ценника, тебе просят низкий, ты говоришь, давайте вот так, они говорят, давайте вот так, и, короче, вот вы в итоге сходитесь, и в итоге у вас получается какая-то общая картинка. У меня в рекламе так часто бывает. Ну, да, там много где, да, это на самом деле обычная тема, тоже важно уметь торговаться. Вот, это в России, за рубежом, там, ну, если говорить вот про голливудское конкретное кино, про голливудские трейлеры, тоже сильно зависит от того, там, Варнер это или Нетфликс, потому что у Нетфликса стриминг онлайн, у Варнера кинотеатра это большая разница по цене в том числе. Да, я, кстати, забыл про условия, вот, блин, проговорить, что очень важно, типа, трейлер, например, ролик выходит в кинотеатрах, на ТВ, там, для интернета, там, радио, или, например, только для интернета радио. Зачастую даже запрашивают разные ценники, там, просят трек и говорят, напишите, ценники для всего, для всего, но не включая ТВ, для всего, но не включая кинотеатры, для всего и так далее. Ну, как в рекламе, кстати, тут, по сути, по сути, трейлер хаус, это и есть реклама, да, это очень схожая сфера на самом деле. Вот. Короче, за рубежом, наверное, ну, может быть, ценник, наверное, не должен быть ниже пяти-семи тысяч долларов, даже если берут там пять секунд. То есть, вот, наверное, минимум самый точно, вот, не меньше. Хотя бы с этого начинать, то есть, кто-то даже говорит, не меньше десяти тысяч долларов, но это, если сказать, такие серьезные проекты. Хорошие цены для России, по-моему. Да, прекрасные. Вот, но, но, скорее всего, ты хотя бы с этого начнешь, но, возможно, тебя, если уж там пять секунд берут, скорее всего, попросят все-таки поменьше сделать. Хотя пять секунд за пять тысяч долларов, это вполне себе обычная цена. Ну, вот. Вот, но и, наверное, потолок где-то уйдет тысяч в сто долларов. Я никогда не слышал, что больше ста тысяч долларов запрашивали за трек. Сто тысяч долларов за трек. Ну, это какой-нибудь, грубо говоря, самый максимум, там, не знаю, Аватар 2, премьерный трейлер. Вот, наверное, там будет трек стоить вот примерно столько. И при этом, если это еще и кастом, вот, наверное, вот в эту сторону. То есть, только в таких случаях может быть такой ценник. И так обычно, ну, типа там, за трейлер вот такой прям, вот типа Газилы, типа там, такой трейлер, просят от там сорока, до шестидесяти, до семидесяти тысяч долларов. Хорошо. За трек, да. Но тут еще важный момент нужно учитывать, тоже, когда про все вот эти вещи говорят, учитывайте, с композиторами библиотеки работают обычно на условиях 50 на 50. А при этом у библиотек зачастую есть еще саб-паблишеры, которые тоже работают на 50 на 50. То есть, соответственно, когда саб-паблишер, например, американский, получает лицензию, он все 50 процентов забирает, отдает тебе 50, ты эти 50 делишь с композитором, и композитором получает четверть от всей этой суммы. Это тоже хорошая сумма для России, например. 43 долларов. Да, но нужно всегда вот этот момент учитывать, что там очень много вот этих делений денег происходит. Как и там, когда и там цифровой дистрибьютор отжимает там 20 процентов, когда выпускает на iTunes музыку. Как и там еще где-то. Ну, то есть везде, когда вот эти есть агрегаторы какие-то, они какие-то посредники, они все равно каждый себе долю какую-то отжимают. И, ну, нормальная эта история. И индустрия, прям опыт индустрии показал, что по-другому не будет это работать. И есть только еще второй вариант, он еще хуже, если честно, как по мне. Когда к тебе приходят композиторы и говорят, давай мы тебе платим там, типа, 2000 долларов за альбом, ты делаешь альбом, мы прямо сейчас у тебя платим, но ты на него больше ничего не имеешь. Ни отчислений, ни с лицензией денег. Ничего, да. Да, тут еще нужно учитывать, что помимо лицензии у тебя еще могут в какой-то момент начать отчисления капать, потому что есть... Вот, я хотел спросить про авторские. Как это работает вообще? Ну, с автором заключается обычный договор о том, что он, во-первых, эксклюзивно отдает трек в библиотеку. С этим у меня были приколы разные, когда не понимали, не совсем понятно было людям. Или, например, я пытался неэксклюзивно взять трек, и ничего хорошего из этого не вышло. Но, короче, обычно здесь заключается договор, что композитор отдает композицию, она эксклюзивно принадлежит паблишеру. Но это не отчуждение прав, то есть композитор остается композитором, просто он не может распоряжаться, он не может ее продавать, он не может ее там публиковать где-то, он не может, он может просто говорить о том, что он автор, он как бы, он является автором, он регистрируется в авторской организации как автор, то есть там без всяких все абсолютно честно там идет, то есть он пишется вот автор и паблишер, и они отчисления между собой начинают тоже напополам делить. Но распоряжаться он не может. Почему это сделано? Потому что тогда начинается дикий хаос просто, потому что бывает такое, что, например, там композитор взял, он не может забрать трек обратно. Не бывает такое, что положил, два года прошло, он такой, что-то не продается, давай-ка я заберу. Он не может забрать, потому что я-то всем клиентам уже разослал. То есть я свою функцию на максимум уже выполнил. То есть я пока всем ее разослал, всем показал, всем презентовал. А тот человек говорит, ты, короче, всю мою музыку пропиарил, а теперь я ее забираю, а тебе она не принадлежит. Такой истории не может быть. Ну это странно. Ну если только не договор на два года, например. Ну обычно такой никто не заключает, потому что в библиотеке нет смысла вот на время какие-то треки брать. Им надо вот взял, и все, это собственность библиотеки, она ее показывает, потому что ты никогда не знаешь, какие треки в какой момент всплывут. У нас недавно не попал, но очень долго тестили трек, который времен Годзиллы, вот еще из армии. То есть его я написал в 2017 году, его тестили недавно для трейлера Вечный. Он в итоге не попал, и там прямо долго выбирали на финальном уже этапе, финальный трейлер. Там буквально там из трех или двух там трейлеров выбрали тот, который не с моим треком. Уже обидно, но вот опять же тоже к этому надо быть готовым. Эти истории очень часто случаются. Потому что как, ну то есть когда трек до последнего, там запросили цену, запросили все, там стемы попросили, ты уже все настроен, что вот сейчас он выйдет, выходит, а там не твоя музыка. Очень часто такое происходит, потому что как устроены все эти голливудские трейлер-хаусы, там постоянный тендер. Там берут, например, там выходит трейлер «Мстители» каких-нибудь новых. Он один из там 20 или 30 трейлеров. Там делают разные трейлер-хаусы, 20-30 роликов, они садятся, отсматривают эти 20-30 роликов, начинают между собой их, могут выбрать один, могут выбрать несколько, скомбинировать из них еще какие-то версии, запрашивают при этом треки, запросы приходят на все. То есть на все 30 роликов спрашивают, что, сколько стоит. И всем запросы приходят, но в итоге-то выбирают один. И вот эти остальные 29 трейлеров, они на них запросы пришли, стемы запросили, все пришло, а их не взяли никуда. И это нормальная ситуация. Вот, поэтому как бы вот в этом прикол этой сферы, что очень многие идут за, типа, там классно будут брать, и начинается череда разочарований, что никуда не берут, запросить запросили, но не взяли, там у коллеги берут, а у меня не берут, а уже два года прошло, а трек лежит, такой классный трек, почему его не берут? И, короче, вот это все. Там очень много в трейлершине хороших треков, которые никуда не брали. У всех вообще самых хороших композиторов куча есть треков, которые никуда не берут, несмотря на то, что они отличные треки. Ну, понятно. Ну, это очень похоже, в принципе, знаешь, как музыкальные группы делают, и, как бы, думаю, сейчас мы станем известными. У нас такая классная музыка. Ну, да, но, короче, чудес не бывает. Когда ты смотришь на ценники по 40 тысяч долларов, надо понимать, что эти 40 тысяч долларов будут тебе приходить раз там, если ты хорошо пишешь, при всех условиях, что ты отлично пишешь, нашел хорошего паблишера, пишешь регулярно. Короче, вот эти все, если условия соблюдаешь, все равно такие лицензии будут тебе прилетать, но повезет, если раз в году. Ну, ясно. Окей. Про авторские. Куда, как их получать через Рао, если это в Америке, то там через их какую-то компанию, да? Ну, Рао вообще грустная история. Ну, это прекрасная тема. Даже, не, я сейчас, наверное, надо честным быть, в смысле, я с Рао-то сам по себе связан был очень мало до недавнего времени. Я в Рао не был зарегистрирован, я сразу зарегистрировался в БМА в Американской. Это не очень сложно сделать, сейчас еще легче, раньше вообще там надо было что-то звонить в налоговую службу США по телефону, получать номер какой-то вот этого иностранного налогоплательщика, чтобы, короче, смочь зарегистрироваться. Сейчас уже такого нет, вроде все легче. А сейчас что, просто скан паспорта? Да, там люди как-то регистрировали, почти все, на самом деле, русские трейлерные чуваки, которые вот работают в индустрии, они все зареганы в БМА, в АСКАП, там вот, в американских организациях. Но это, причем, это же в принципе есть вообще какая-то музыка у тебя использована на американской среде, да? Да. Все через БМА. Ну, то есть, по идее, все эти компании между собой должны быть связаны. У них общая система, они обмениваются с информациями о роялти, то есть, если ты зарегистрирован в РАО, твой трек из РАО вдруг сыграли где-то в Америке, на него роялти получат БМА, и она потом отошлет это в РАО, и тебе эти деньги придут, по идее. Но это в идеале так должно быть. И то же самое, по идее, должно быть наоборот. Потому что мне в РАО говорили, что американцы не очень любят отчисления делать в Россию. Ну, вот здесь вопрос в том, что по идее они должны, но в итоге там пока ты сам не предоставишь справку, пока ты сам не... И сразу наоборот та же самая история. У меня сейчас была какая-то тема, что вот есть «Балканский рубеж», фильм, который я сделал, там, в девятнадцатом году он вышел. Я до сих пор за него какие-то более-менее нормальные отчисления, так и не получил. Сначала я вообще ничего не получал, потому что я же сидел и ждал, когда же РАО отправит эти деньги в BMI. Я написал даже в BMI отдельно, написал о том, что, ребят, у меня вышел фильм, просто идите, пожалуйста, чтобы прислали отчисления. А и «Балканский рубеж» показывали за границей, в смысле? Нет, а какая разница? То есть он же в России собирал отчисления, его должны мне присылать... Ну, если ты автор, тебе отчисления собираются со всего мира. Тут вопрос уже в дисциплине каждого авторского общества. Кто-то отлично собирает, кто-то не очень. Нет, в смысле, я не очень понял просто, почему в BMI? То есть тебе... Я зарегистрирован в BMI, не как автор. То есть я автор исключительно в BMI зарегистрирован, и у меня там, ну, их деятельность распространялась на весь мир. То есть я им дал право отчисления собирать со всего мира на меня. Соответственно, с России тоже. А в России РАО, РАО должно им переводить. То есть РАО собирает здесь деньги, и по договору с BMI должно им туда переводить. Нет. Но я ждал, 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 ждал. Пока что, когда наконец, начал в РАО звонить, там началась история, что они говорят, вы не член РАО, за что вы нам звоните, мы с вами не будем разговаривать, звоните в BMI. BMI пишу, они говорят, мы не знаем, нам ничего не приходило. И что? Я сижу думаю, как с этой историей. Потом, в общем, коллег посоветовался, они говорят, зря ты вообще так сделал. Надо делать так, короче, регистрируешься в РАО только для России, и регистрируешься в BMI или там где-то еще для всего остального мира. И пусть BMI со всего мира собирает, а в РАО ты будешь себе лично там на карточку, грубо говоря, получать внутри России деньги без каких-то вот этих вот посредников. Интересно. Да, и я сейчас недавно буквально только сделал эту историю, и только начиная, там, ну, типа первая сумма, которая мне с РАО пришла, видимо, за балканский рубеж, я не знаю, 4 тысячи рублей. Очевидно, не то, что должно прийти. И я им начинал писать, они говорят, ну, подождите, у нас тут закрытие года, это буквально вот было там в октябре, в ноябре я только зарегистрировался в РАО впервые. И там только-только они сейчас походу разгоняются, я пока надеюсь хотя бы вот то, что я себе высчитывал, сколько за него должно было прийти, надеюсь хотя бы хотя бы приблизительно та сумма дойдет в итоге вот этими шажками до меня. BMI собирает у меня, например, со всяких, говоря про зарубежные отчисления, вот, например, Австралия есть, у нас есть в Австралии сабпаблишер, хороший, битбокс-мюзик они называются, почти всех они выпускают на самом деле, и они там очень хорошо продают, и видимо там просто хорошо все это налажено, то что у меня отчисления с Австралии идут просто суперстабильно, там просто ты открываешь и первая вкладка буквально в отчете BMI это то, что австралийская какая-то вот, и идут прямо австралийские наивания, там какой-то, какой-то телестелек, какие-то у нас треки там, типа холостяк австралийский, там я знаю, что у нас брали куда-то туда там в телеке, вместо там какую-то музыку, и за них вот стабильное отчисление платится, то есть здесь вопрос именно в конкретно в структуре, РАУ просто не, не очень дружит, видимо там, они не приспособились еще нормально обмениваться, как мне кажется, я не знаю, что там внутри происходит. Ну, а как вообще в трейлере музыки происходит отчисление, то есть какой-то приемлемый процент? ну отчисления они нет, во-первых, за трейлеры отчисления не платятся, то есть в трейлеры вот всякие какие-то вот эти телевизионные ролики, это какая-то там, ну то есть я читал статьи, в общем все в мире так решили, что за вот это отчисление не должны платить. Вот так. То есть вопрос другой, в том, что ты, когда даешь саб-паблишерам разным, то есть саб-паблишера, да, уточнить, наверное, надо, что вот я, например, библиотека, я паблишер, я лейбл, паблишер, это все одно примерно и то же, то есть юридическим языком я паблишер, а саб-паблишер, это когда ты, ты с другими, ну вот, например, есть там рынок корейский какой-нибудь, я сам не особо знаю, где вообще там с кем разговаривать, кому приходить, а при этом там в Корее есть саб-паблишер, который собирает другие библиотеки в один большой каталог и просто их представляет корейскому рынку. Есть такие саб-паблишеры на каждой вообще там, вплоть до там Африки, везде есть, то есть такие вот местные какие-то конторы, которые собирают зарубежные библиотеки и представляют их просто в своих странах каких-то. И они зачастую музыку как бы берут не только же там прям типа только для трейлеров, трейлерную музыку берут, ее могут взять и для там телеканалов куда-то и там ну куда-то еще берут, вот за это отчисления начинают платиться. Вот, по какой конкретно там процентному я, наверное, не скажу, зависит скорее всего от страны, там же это все, все тоже супер индивидуально, там если закапываться, там как у нас с РАО, да, у РАО есть договора с кинотеатрами, которые обязаны там определенный процент платить. Ну и с каналами у них тоже. Да, у них с каналами есть, там еще с кем-то, а потом начинаются ситуации, когда вот у РАО, например, сейчас какая большая проблема идет, что после пандемии кинотеатры не могут просто выплатить этим отчисления, у них просто тупо нет денег, они не могут доплатить какие-то отчисления, и они вроде с них требуют, вроде в суд на них подают, а толку, у людей нет денег, и взыскать там, начинаешь взыскивать, короче, все это затягивается, и в итоге отчисления должны быть, но они не происходят, какие-то свои истории могут быть. Поэтому, в общем, честно говоря, у меня такой подход, что вот идут и идут, я, особенно с других стран, то есть я не особо стараюсь разбираться в том, сколько я мог бы с этого получить, может не самый грамотный подход, но я понимаю, что это такая дикая хрень такая, в которую прям залезть глубоко надо, чтобы разобраться прям во всех тонкостях механизма. Если сами РАО не могут до конца разобраться, как это работает, то, наверное, ты вот так со стороны прийти и пинка им дать какого-то вряд ли сможешь. Да, ну, конечно. Слушай, да в принципе, я когда первый раз получил отчисление с РАО, я такой, что? Откуда эти деньги? Неважно, спасибо. Ну да, да, то есть это такая история. И у меня была классная история, где один мой коллега написал, я ему, музыку для фильма, я ему говорил, за Регаси в РАО, РАО сами в итоге нашли. А он говорил, зачем, зачем? Они его нашли, и оказалось, что на него там лежит несколько миллионов рублей. Он такой, ой. С одного метра. Да. Хорошо. Ну, короче, хорошая история. Ну да. Да, поэтому, то есть мне кажется, к этому просто надо относиться как к хорошему какому-то такому пассивному какому доходу, не регулируемому, не возможному для вычисления, сколько тебе вот придет, не высчитываемому какому-то такому доходу. Да, да. Это там магия, в общем, все покрыто какими-то тайнами. Ну, если честно, так можно и про трейлер, чем сказать, то, что это тоже такая магия. Вот ты сидишь, у тебя там, ты не знаешь, сколько тебе придет вообще в этот месяц, в этот год, ты не можешь посчитать. Так подожди, у них же нет авторских? Не, не, я не про отчисления, вообще про лицензии, я вообще про эту индустрию. То есть она примерно на самом деле такая же. То есть ты сидишь, делаешь музыку в пустоту, а потом тебе из этой же пустоты время от времени неожиданно приходят какие-то деньги из-за того, что ты даже близко не ожидал, что вот за это сейчас что-то придет. Рулетка. Как с Бэтменом. У нас недавно взяли трек с Бэтменом. На новый? Да, вот который с Паттисоном в ТВ-ролик 30-секундный. Я помню только трейлер там, где собственно тема Джекин уже использовался. Не, не, трейлеры это одно, а есть еще ТВ-ролики. И ТВ-ролики зачастую не все видят, потому что как минимум во-первых, их по телеку больше показывают, чем по этому. А во-вторых, их не выкладывают на главных каналах почти никогда. И в этом там был прикол. К слову, как узнаешь о новостях, что у тебя что-то куда-то взяли. Мне кто-то скидывает вот ролик этот и говорит о том, что типа, ну не кто-то, коллега мой, скидывает ролик и говорит, поздравляю. Я открываю ролик, смотрю, слышу, что там наш трек, но при этом вижу, что там титры на каком-то языке индонезийском, по-моему. А по Бэтмену очень много фан-роликов вот этих типа ТВ-ролики. Потом ты читаешь описание, оно написано, я просто сделал там в Сони Вегасе там свою версию, вот мне просто я люблю Бэтмена. И я сразу сначала думаю, блин, а вдруг это фанатский ролик, потому что новостей вроде про это не было. начал смотреть и начал искать на официальных каналах этот ролик. Не могу найти, короче, ищу, 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 ищу. В итоге такие под другим каким-то названием я его нахожу на индонезийском канале Warner Brothers, понимая, что, а у них часто эта практика, они зачастую ТВ-ролики выпускают на региональных каких-то этих, там у нас, например, Малыш на драйве был на немецком, типа вот этот на индонезийском, какой-то еще ролик там на, там, грубо говоря, французском, там они все время выходят на региональных каких-то рынках, а потом, ну, то есть, чтобы не заспамливать, видимо, главный канал Warner. Подожди, Малыш на драйве, то есть, у вас взяли только для Германии? Нет, нет, они взяли для всего мира, просто изначально этот ролик вышел в интернете на немецком канале, это не значит, скорее всего, по всему миру он крутился в каждой стране по телеку, потому что это все-таки ТВ-ролик, но именно публикацию этих роликов они не любят вот на главных каналах все сразу сливать, все, что у них есть. Я понял. То есть, они сделали кучу контента, роликов же, ТВ-роликов, зачастую их там штук 20-30, их очень много, они, видимо, не хотят спамить все это в один канал, и поэтому они один для индонезийского выложили, другой для бразильского, третий для еще какого-то, и так в итоге люди, кто захочет, найдет все эти ролики, соберет пазл, а те, кому не надо, они будут на главном канале видеть только главный трейлер, второй трейлер, вот, короче, какие-то основные ролики. Ну, ясно. Я просто, по-моему, помню трейлер, малыш на драйве, там же все под выстрелы домонтировано вообще было, да? Ну, а если ты про трейлер говоришь, а у нас ТВ-ролик, не знаю, видео, да, мы говорим про ТВ-ролики. Все. Говоря про Бэтмена, то есть, мне его прислали, я начинаю искать, нашел, что это действительно официальный ролик, спрашиваю ребят там, типа, вот этих моих представителей, нас представляют с недавнего времени Confidential Music библиотека. То есть, они наши саб-паблишеры вот в Америке. И я им пишу, и говорю, типа, ребята, было, был запрос, типа, почему я не знал, там, оказалось, что запрос был, но запрос был под кодовым названием. Они такие большие проекты, зачастую не пишут оригинальные названия, чтобы случайно кто-нибудь там, например, взломав почту, не нашел по ключевым словам, что речь идет о таком-то проекте. Да, это часто есть там история. Ну, че себе. У нас недавно тоже, ну, не у нас, у всех библиотек на рассылку делали, искали треки для Властин колец, вот для Амазона, который сейчас сериал делается. То есть, ничего конкретного там не было, просто они говорят, ребят, мы скоро, скорее всего, приступим к этой кампании, нам надо заранее собрать какую-то большую пачку треков близких вот к этой всей теме, просто чтобы у нас поменьше был выбор. Не все библиотеки, а хотя бы поменьше был. То есть, ничего конкретного. Но, когда они прислали, собственно, запрос, там не было написано нигде Властин колец, там написано было, что что-то типа мы ищем, ну, короче, one track to rule them all написано было. Нам нужен, типа, единственный трек, который будет править всеми. то есть, такие вот намеки, короче, они дают, очень жирные намеки, ты точно понимаешь, про что речь, но прямо нигде не пишут о том, что это за фильм, что это за проект. Ну, это именно на крупных таких вещах, там, типа, «Матрица», там, вот, «Властин колец», тот же «Бэтмен». На «Бэтмене», конечно, та же самая история. У них запросили трек, запросили цену, но в названии стоял не «Бэтмен». И поэтому, когда они потом уже сравнили все данные, сравнили трек, количество секунд и вот это все прочее, они поняли, что это для «Бэтмена» в итоге запрос был. Окей, очень витиевато. Да, в общем, это веселая тема. Слушай, что можешь посоветовать тем людям, которые вдруг решили, что хотят зарабатывать трейлерной музыкой. Во-первых, терпение дикого, то есть не ждите, что у вас вначале сразу что-то пойдет. Никогда, ни у кого, почти не было истории, что он пришел, три трека сделал, у него сразу их куда-то взяли. Нет. То есть вы садитесь, обычно, это скорее, знаете, ваш портфель активов такой, как вот, если такую аналогию с акциями проводить, вот типа, как ты собираешься в себе портфель, который вот, типа, вкладываешься в акции, это не значит, что у тебя прямо сейчас сразу раз, на следующий день там сто процентов. Это ты вложил, и оно вот как в какой-то долгой, долгосрочной перспективе оно тебе принесет скорее всего деньги. Трейлер, она вот примерно про это же. Ты садишься и начинаешь делать, делать, делать треки по каждой новой альбоме в разной каталоге или в один, неважно. Находишь себе там каких-то хороших паблишеров, делаешь правки, которые они просят. А потом в какой-то момент тебе раз придут, скажут, блин, а вот взяли там пять секунд, а потом скажут, взяли шестьдесят секунд, а потом взяли еще, а потом еще, еще, и так потихоньку у тебя начинается вот это вот. И это происходит реально года через два там. У меня есть очень хорошая история. У нас альбомы выходили, у нас такие мини-альбомы вот в этом году были. Композитора очень известного в трейлершине, такого прям матерого. Он еще там «Пират Корреского моря» первый делал. Его многие знают, он пишется, ну, все его Дмитриевич называют, он Александр Дмитрий Джевик. Типа, я так понимаю, так его произносится фамилия. И он такой, дядечка уже давным-давно в индустрии, он и для Мид Дейт Мьюзик у него много вот этих альбомов сольных было, вот когда еще и Мид Дейт Мьюзик такие были на коне. И много для... Ну, короче, тот самый этот кавер на Филиппа Гласова, тот для очень странных дел тоже он делал. Короче, он для нас сделал девять мини-альбомов, то есть очень много музыки. При этом там первые две лицензии и одна из них супер мизерная, а вторая более-менее там голливудская, она тоже мизерная, потому что там взяли буквально там 10 секунд его трека, пришли спустя вот два года с чем-то. Хотя это супер опытный человек, который сделал абсолютно классные вообще треки, идеально подходящий под формат, но даже у него заняло два года, чтобы из девяти альбомов наконец вообще хоть один трек куда-то взяли. Вот допустим, допустим, я сейчас захочу в трекную индустрию идти, я должен понимать, какие жанры там более востребованные или как мне вообще объявиться со стилем? Наверное, здесь больше, здесь хорошо бы разбираться, но здесь все-таки больше это, скажем так, ответственность паблишера, когда он продумывает альбомы. То есть ты приходишь к паблишеру, он тебе все равно говорит, что вот у нас такой каталог, альбом такой-то, такой-то, такой-то будет делать. То есть вот у нас, например, есть план альбомов на год. Тут уже я продумал, какие жанры должны быть, какие. Вот. Другой вопрос в том, что само звучание, то есть обязательно надо смотреть трейлеры, это просто, меня удивляют люди, которые приходят писать трейлерную музыку и, блин, не смотрят трейлеры. То есть тренд звучания, грубо говоря. Ну, даже не просто тренд, а вообще, то есть у них нет на слушности какой-то, много таких людей, меня сильно прям поражает, что люди с этим приходят. То есть, чтобы понимать, как бы я обычно сажусь и смотрю все трейлеры, TV-ролики, все, что стараюсь смотреть, все, что выходит, вообще все. То есть у меня прям есть отдельное время, когда я сажусь за трейлеры и просто открываю все каналы, где вот что-то новое выкладывают, и просто подряд сижу и смотрю все, что выходит. Просто, чтобы вообще понимать, что выходит. Ну, на случай, как без неслуженности. Потому что, да, вот когда ты начинаешь смотреть все трейлеры, которые выходят, а не только те, которые нравятся, тут в этот момент вот эти, ты понимаешь, что и не только мять с хором, как раз там, ты понимаешь, что зачастую музыку берут абсолютно неожиданную, которую ты не, ну, не думал, что такая музыка тоже вообще берется куда-то. Там очень много интересных вещей происходит. Ну, понятно, ты должен быть какой-то предварительный опыт. Во-вторых, соответственно, то есть ты должен честно перед собой отдавать отчеты. Это индустрия, в которой нет поблажек в плане того, что, ну, ты начинающий, поэтому тебе можно просить. Там такого нет. Ну, то есть, нет, я не говорю, что просто, например, ты если попадаешь как дебютный, например, композитор на какой-то проект, ты хотя бы все равно в меру своей этой можешь там как-то с кем-то пообщаться, может, совета спросить. Здесь ты просто должен сразу уже прийти во всеоружие. Тебе никто, скорее всего, если видят, что ты не вытаскиваешь какой-то уровень, вот мировой прям уровень, скорее всего, с тобой не будут просто работать. То есть тебе изначально надо уже писать конкурентоспособную музыку, иначе ты даже не войдешь в эту индустрию. Для многих тоже это сюрпризом становится. И главное быть абсолютно честным перед собой. То есть вот ты слушаешь топ какой-нибудь, типа там аудиомешн, позицион мюзик, там сравниваешь их со своими треками. Если ты сам себе не признаешь, например, что они хуже звучат, но ты просто не сможешь дальше. Тебя не будут брать, ты будешь думать, да что ж такое, почему меня никуда не берут. Потому что надо себя честно признать, что у тебя музыка не на уровне звучит. Мне кажется, просто не всегда есть, знаешь, объективное ощущение. Но для этого тоже, опять же, я постоянно свою музыку, всегда и вообще любую нашу музыку людям сторонним показываю. Вот кто меня окружает, зачастую людям, не связанным с музыкой вообще. То есть там свои треки я, например, постоянно показываю там девушке своей. Она вообще не в музыкальной сфере, как бы она из рекламного бизнеса. И оно главное, что она честная и зачастую говорит, что по ней видно, в общем, она если ей нравится, вот сразу понимаешь, что по ходу ее цепляет. А бывает такое, что ты там крапел, долго думал, показываешь, а она даже не замечает над всем, чем ты крапел, она говорит, ну что-то не очень интересно. И ты понимаешь, что ее мнение здесь важнее, чем твое. То есть ты можешь сколько угодно там души вложил, но она честно говорит тебе, что ей не интересно. А значит... Нельзя сказать, нет, ты не понимаешь. Да-да-да. Вот в этой сфере вообще никому не надо так говорить. Ну да-да-да. Но в этой сфере главное, что тебе даже некому сказать. Клиенты настолько от тебя дистанцированы, что ты как бы даже напрямую клиенту не сможешь сказать, что он не понимает и надо так. Ты просто не сможешь донести до него свой трек, который вот там... То есть все равно возьмут тот, который устраивает паблишер. А паблишер, скорее всего, понимает, что устраивает клиентов. Паблишеры даже с клиентами зачастую не разговаривают. Клиенты никогда не говорят о том, что я не взял твой трек, потому что он вот такой-то и такой-то. Он просто не возьмет его молча. И ты никогда об этом не узнаешь. Понятно, конечно. Соответственно, то есть вот я захотел написать трек, и я должен написать, Миша, привет, я хочу... Ну, во-первых, да, во-первых, у нас есть с недавнего времени форма на сайте, многие игнорируют, и у меня теперь проверка есть. Просто я, когда композиторы на нашем сайте, и когда я понимаю, что человек не был на сайте, я понимаю, что он как минимум не очень, в принципе, изучил, кто мы такие. То есть если он даже по самому базовому просто на сайт не перешел, а на сайте есть, да, для всех, официально объявляю, на сайте написана пошаговая инструкция, что и как делать. В эту... Да, в эту. Всем привет. Тем, кто спрашивает, как попасть. Вот заходите на сайт, и там есть инструкция, нам написано. Первый шаг, второй шаг, третий шаг. Вот. Но единственное, что многих смущает, а то, что вас зачастую, я не... Это не значит, что мне не надо писать. Можно и мне писать, как бы там, ВКонтакте многие мне пишут, и мы абсолютно новых композиторов я там нахожу. То есть это нормально? Да, да, абсолютно нормально мне пишут. Главное, что вот мне приходится всех предупреждать, я могу долго не отвечать. То есть у меня бывает ситуация, когда я там по две недели могу не видеть сообщение, оно у меня в телефоне висит в уведомлениях, я его не убираю, зная, что я хочу на него ответить. Но я просто, у меня нет времени вот сесть, я не хочу поверхность с телефона там в наушниках послушать, я хочу прям сесть, послушать. И бывает такое, что да, по две недели я бывает молчу там, и это не значит, что я потерял, просто скорее всего я жду. На почте там тоже бывает сваливается столько разного, а зачастую иногда спама, иногда каких-то ерундовых писем там, ты даже не представляешь, какие люди иногда пишут. Ну... И соответственно, то есть надо отправить мне каким-то образом вот или пошаговой инструкции или ВКонтакте или еще где-то отправить треки, дождаться, пока я отвечу и не обижаться, если я вдруг очень, я обычно, честно говоря, не очень церемонюсь. Ну понятно. Если все плохо, я прямо говорю, что извини, все плохо. Ну конечно. А ты что-то можешь посоветовать или не тратишь на это время? Ну я иногда ставлю тот вопрос в том, что у меня просто времени нет. Мне просто, если я начинаю советовать, меня так уносит, что я советую просто там вот такую статью и пишу о том, что надо сделать. Я боюсь вот вступать на вот эту, потому что если начал советовать, ну уж надо закончить. А раз надо закончить, ты там начинаешь вот это вот перечислять кучу всего. Но я бы, главный мой совет, просто идите, слушайте библиотеки, как вообще, ищите, какие игроки есть на рынке вообще, кто в трейлерах звучит информации, полно в интернете. То есть вы всегда можете, любой трейлер, почти всегда, есть специальные группы ВКонтакте, Trailer Music, прям группа так и называется, там зачастую пишут. Есть канал Trailer Music, Викли, он не всегда, Trailer Music, Викли. Да слушай, в Ютубе просто есть Best of там даже. Ну да, короче, очень много источников, можно найти, кто, где, чья музыка играет. Зачастую даже там в ТВ роликах и прочем, то есть даже не в самых больших каких-то этих, не в трейлерах, а прям поменьше даже, в роликах все равно можно найти. И вы берете и слушаете, анализируете, почему вот этот трек, например, там берут в этот трейлер, а почему вот этот трек попал в этот трейлер, а почему вот этот трек уже пять лет. Ну понятно. Слушай, ну вот если на словах пошаговая инструкция на сайте, так если вкратце просто, что нужно сделать? Ну там прям такая, то есть мне пишут на специальный почтовый ящик, который я специально для этих дел завел, вот, туда пишут люди, ну присылают свою музыку, там конкретное требование, что там столько-то треков, обязательно трейлерных, блин, пожалуйста, не присылайте мне не трейлерные вещи, говоря о том, что ну это может зайти, или там, ну я, ну вот у меня просто много бывает, песен каких-то присылают, каких-то просто там творческих самовыражений, там каких-то где, вот я просто написал музыку, то что она даже близко не форматная, не интересует. Что такое форматная? Вот где, где, как выяснить, как эта музыка станет форматной? Да, ну трейлерная музыка, она обычно чем отличается? Она, во-первых, очень монтажная, то есть там куча деталей, заточенная, прям конкретно под склейки, под какие-то нарезки кадров, там вот эти хиты очень яростные, все время играют поверх, там зачастую все аранжировки, там очень ярко выраженные вот эти точки входа, выхода, обычно там всегда пауза между частями, чтобы просто можно было легче это между собой склеить, нарезать, там надо какую-то фразу героя ставить, например, между частями, в-третьих, там есть определенная структура, про него долго можно сейчас наговорить с примерами, но если кратко, то это типа, в трейлере обычно как происходит, там синопсис, потом обрисовывает, ну то есть сначала показывает сеттинг, потом показывает главного героя, показывает конфликт, какой у него появляется, показывает главного злодея, в конце показывает кульминации смачные кадры и вместо того, что чем все закончится, там вместо этого название фильма. Я понял. Я вспомнил смешной видос, где показывает классическую структуру трейлера, там дисфортепианной нотки, все это начинается. Да, 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 это очень хороший на самом деле пример, они очень грамотно все это показывают, так и есть. Да, я вставлю. Очень крутой пример, но они там правда кавер делали, это уже такая, каверы не каждый раз запрашивают делать кавера на что-то, это хоть и очень модно, но очень сложно по правам, поэтому не каждая там библиотека может себе позволить взять и начать делать кавера, поэтому такая, но не суть. Короче, примерно трейлер тоже нужно представлять, что трейлер идет там 2-2.30 где-то обычно, никогда не больше. Делать трек на 4 минуты будет глуповато, надо делать на определенную, надо там делать под всякие, тоже очень часто забывают всякие специфики серии, что-то в конце обычно у нас название фильма, возможно какой-то вставочный еще небольшой кадрик, может с шуткой, может еще с чем там, или с каким-то доп, чем-нибудь, а в конце еще дата фильма. Вот, блин, про бедную дату фильма все время все забывают. То есть на титр сделают вход вот этот титр, ну там звук какой-нибудь, а то, что там в конце еще какой-нибудь бум, на дату фильма надо сделать, или на вот эти титры, где куча перечислена, вот эти режиссер, продюсер, про них все время забывают, а, блин, это важный момент, который просто надо добавлять, чтобы он был, чтобы если монтажер возьмет трек, у него не возникла проблема с тем, чтобы вот туда что-то подставить. И вот таких деталей много, на самом деле надо, ну, для этого надо просто много трейлерщины послушать, легко, на самом деле, различить вот эти правила, там очень видно сразу. Очень сильно еще отличается, что трейлеры, даже самые лайтовые, они обычно очень сильно драматизированы, там всегда очень большой вот концентрации на гипертрофированной драматике, даже если это комедийный трейлер, там все равно драматика вот комедийная будет, то есть там, если я имею в виду, драматика, я не имею в виду, что драма, я имею в виду, что эмоции сами по себе гипертрофируют, то есть есть комедия, там прям жарить шутками какие-то, делать кучи склейк с кучами всяких гэгов, там вот такое. Если делать драму, то там прям будут давить на жалость жестко очень, если делать эпик, то там прям пафос очень сильный, там, если артхаус, то там тебе прям супер артхаусный трейлер какой-то сделает такой, как Что такое Art House? Ну, я имею в виду не Art House, не такое слово, но какое-то авторское кино, например, там, скорее всего, прям запилят что-нибудь тоже. Ну, или экспериментальное, если кино. Например, был там, недавно мне запомнился этот, у Apple Plus, сейчас будет MacBet. Какое-то там очередное переосмысление от MacBet. Там в трейлере вообще нет музыки, там просто пум, пум. Пальцы холодом свело. Скоро в гости. Ждите зло. Мой супруг. Назад вас, брата, нет. А если не получится? У нас? Да, это классно. И вот идет, и просто вообще без какой-то динамики, и очень круто выглядит. Но это эксперимент, который могут позволить вот в таком, скажем так... в Дюнкерке классно было. Во-первых, они были 5-секундные, я помню, первые трейлеры, и они были супер минималистичные. Они супер... Они очень выделялись на фоне всех остальных трейлеров, которые шли там до или после. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, вообще, да, у него само кино выделяется, за счет этого, как бы, не так сложно делать трейлеры, выделяющиеся. Ну, окей, да. Вот. Но прикольно, что, например, мы, короче, очень мечтали все попасть в довод, а вот довод помимо всех почти пролетел, просто потому что в доводе, возможно, из-за бюджетов, возможно, еще из-за чего-то, там почти во всей рекламной кампании использовали музыку из фильма. А-а. Вообще, во всей. Там, если посмотреть, там все трейлеры, тизеры, все сделано на музыке из фильма. Кстати, да, нужно же проговорить, что, ну, люди неподготовленные, если они видят музыку из трейлера, они думают, что это саундтрек из фильма. Да, очень важно, да, этот момент понимать, что музыка, как в трейлере, зачастую не имеет отношения к музыке в фильме. Ее делают разные люди. Она даже тематически, мелодически, гармонически не имеет общего. Хотя все равно есть, конечно, темы. Во-первых, есть кастомы. Кастомы — это когда запрашивают специально писать под задачу. То есть, ну, причем это не всегда написание прям с нуля. Бывает такое, что надо кастомизировать уже готовый трек, как, кстати, было в «Годзилле». Там буквально чуть-чуть совсем, там надо было концовку дописать. Им не хватало для финала, еще пары тактов, их надо было дописать. Плюс еще какие-то вещи там чуть-чуть где-то подправить. Ну, то есть это вот маленькая кастомизация была. Бывает посерьезнее, когда там прям просят вообще переделать трек, который есть. То есть им он нравится, но по настроению не то, и надо его переводить в нужное настроение. Бывает кастомы с нуля. То есть вот там в России я часто этим занимаюсь. То есть там для какого-нибудь, ну, там «Пищеблок» вот мы делали, там было, надо было песню это сделать. Ну, «Куда уходит детство» там мы делали. Потом там, не знаю, «Аладдин» вот в свое время тоже там, когда выходил, мы тоже что-то делали, у нас не взяли. Там надо было прям на материале из этих, из песен, из мультика надо было делать обязательно. Ну, то есть люди его точно узнают. Ну, конечно. Бывают такие истории, когда надо писать, там, там да, там связано. Но в основном не связано, кроме общего какого-то настроения. То есть бывает такое, ну, вот, например, трейлер «Венома» смотришь, потом слушаешь саундтрек «Венома», понимаешь, что они прям очень тесно связаны, при том, что это делали разные люди, но просто явно подыскивали вот очень схожее по звучанию что-то. Стоитические. Да, ну, такой темный, очень синтовый, такой басовый такой звук там тоже, ну, то есть и там, и там. Вот. Кто-то говорит, что по трейлеру потом сделали музыку, но это, естественно, бред, потому что трейлер делается тогда, когда, скорее всего, процентов 80 музыки в фильме уже готово. Ну, кстати, в «Веноме» там уже первый ты Горансон писал, а второй уже другой композитор. Я вот все равно не помню, я не смотрел просто второй. Ой. Да, но суть просто в том, что там в трейлере очень похоже на саундтрек музыка, но это при этом не саундтрек, а это аудиомешн. Причем там интересная история, что в «Веноме» и в «Мстителях» играет один и тот же трек. А-а-а, да. Аудиомешн «Редшифт» называется. И в трейлере «Мстители», и в трейлере «Венома», которые почти одновременно выходили, играл один и тот же трек, только в «Веноме» он играл в оригинальном виде, а «Мстителях» чуть его кастомизировали, добавили вот эту тему из «Мстителей», такую супергеройскую вот эту, но там тот же трек. но звучат они по-разному, из-за того, что там кастомизированное, там нет, но прикольная история. То есть вот редкий случай, когда в двух супергеройских конкурирующих сериях появился один и тот же трек. Но просто обычные люди никогда не поймут, они увидят, и они не поймут, что это один и тот же трек. Настолько там искусно сделано все это. Монтажеры же тоже, как бы, ребята, и там же не только монтажеры, там продюсеры у роликов, супервайзеры музыкальные, которые все это отслеживают там. Слушай, ну хорошо, я не знаю, договорили мы про вопрос устный поступления на твой лейбл или нет. Смотри, значит, получается продакшн должен быть хороший. Да. Понимание вот особенностей хотя бы на уровне наслушанности. То есть я увижу, если вы... То есть бывает такое, что ребята приходят, они не от опыта у них, но они, видно, что изучали тему. Они, у них все равно уже мышление выстраивается определенным образом. Подкорректировать технические вещи из серии сказали, чувак, здесь надо вот вот эту часть разделить, вот здесь паузу сделать, это легко. А вот когда именно понимания нет изначального какого-то, про что речь вообще идет, тогда сложно. Хорошо. Вот, поэтому скорее про наслушанность речь, ну и попытки, естественно, надо пытаться, прежде чем пытаться попасть ко мне, надо попытаться сделать. У меня были смешные истории, когда пишет композитор какой-нибудь, говорит, я вот начинающий композитор, я хочу к вам, но я, правда, еще трейлер-шину не делал, я только сейчас начинаю ее осваивать, вот, и типа, ну я хочу к вам. Я говорю, ну так освой, а потом уже приходи ко мне. Может быть, он хотел, чтобы ты сказал, ну давай присылай, что там у тебя. Ну да, бывает такое, что композиторы хотят чего-то от меня, но это как бы меня, если честно, не очень волнует, потому что все-таки у меня конвейер такой сейчас идет серьезный, там не до вот этих хотелок, не до торговли, не до выяснения каких-то. Или работаем, или не работаем, вот все, или работаем как надо, или не работаем. Вот, ну и, соответственно, структура, понимание, и, соответственно, разносортность вот этих треков, то есть умение хоть как-то в настроениях. Есть люди, которые вот сидят и пилят эпик какой-нибудь один и тот же с каждым новым треки. Нужно понимать, что трейлер очень разный бывает, то есть вы можете, ну попробуйте в трейлерной структуре сделать комедийный трек, попробуйте в трейлерной структуре сделать, там, например, какой-нибудь а-ля викторианский трек, например, драматичный, а-ля барокко, например, а потом сделайте то же самое, ну тоже какой-нибудь трейлерный трек, но при этом наоборот не используя оркестр, а потом, ну то есть, или, например, сделать светлые, темные, то есть чтобы у вас оркестровый, там, например, трек гибридный там был, но со светлым каким-то настроением и прям дюйти дарковым, таким темным, подходящим там, для, ну и так далее. Короче, вот в этом себя очень важно тестировать, потому что трейлер, наверное, вот про вот эти тонкости, нельзя просто, просто трейлерный трек сделать, он всегда вот запилен на вот этих всех вот этих каких-то мелочах каких-то настроенческих и сеттинговых. Три пункта получается. Да, и, соответственно, присылают люди мне на этот адрес свои треки, дальше идет ситуация, или мы как бы прощаемся, потому что треки не очень, даже не просто прощаемся, я просто говорю, до скорого там, поработайте над треками, еще не очень. Или я понимаю, что надо попробовать, и тогда мы берем, я даю из брифа из какого-то ближайшего альбома, я даю один бриф только на один альбом, и прошу сделать один там трек для этого альбома. Бывает такое, что они уже прислали готовый трек, и ты такой? Очень редко, почти никогда такого не бывает, потому что за счет все время на заказ. То есть просто в брифах очень четко мое вот видение представлено, что мне нужно там, а прям пальцем попасть вот в нужное это, попасть прям под мой бриф очень сложно обычно. Ясно. Вот, и я обычно присылаю бриф и говорю, давай вот теперь попробуем поработать. Вот бриф, сделать для этого альбома один трек, и кто-то, вот композитор делает трек, и на нем, это самый, скорее всего, самый вот отборочный, второй этап, финальный, скорее всего. На нем сразу же становится видно, или мы не можем как-то понять друг друга, где-то сконтактироваться, или у нас все получается, получается сделать хороший трек, который меня устраивает, композитора устраивает условия. Я очень часто в сто раз проговариваю вот эти условия, просто чтобы мне потом не предъявили, что а почему мой трек никуда не купили, прошло уже два года. Если все вот это устраивает и ребята работают, ну и мы, скорее всего, обычно с этими композиторами дальше начинаем работать уже над всеми. Я им открываю доступ в целом ко всем брифам, которые сейчас на год ближайшие есть, и они делают. У тебя сразу написано, там, какой процент по деньгам будет переходить? Да, обязательно. То есть мы сразу раз это отговариваем, да, я это первым делом. Ну вот 50 на 50. 50 на 50. У всех, у всех в этой индустрии 50 на 50. Почти никогда не увидишь других, или это композиторам неинтересно, или если наоборот композитору больше процентов дают, это демпинг. Демпинг. Ясно. Как это правильно говорить? Ну да. Ну, в общем, поэтому обычно 50 на 50 это всех устраивает, это типа суперстандарт. То есть если ты говоришь обычно опытному трейлерщику, когда он приходит к тебе в библиотеку, там 50-50 сплит, он сразу все понимает. Ну, это вполне, мне кажется, проведено. Ожидать других условий не стоит. Были много людей, которые говорили о том, что нечестная система, 50 на 50. Зачем? Они же просто берут нашу работу и просто по имейлу отправляют, и на этом вся их работа заканчивается. Нет, не только на этом. На чем? Еще? Расскажи. Да, паблишер делает очень много. Во-первых, надо не забывать, что трек, который вы отдали в библиотеку, очень долго бы правился паблишером. То есть, скорее, редко когда бывает, что человек прислал трек, я такой, отлично, беру. Обычно все равно там начинаются какие-то правки. Ну, если человек суперопытный, там да, может быть такое. Если он еще не очень опытный, там все равно начинаются какие-то правки, видоизменения. Я говорю, вот это прибери, вот это убери, вот это пересведи, вот это подними. И там начинается, то есть, большая работа идет на уровне отбора. Большая работа идет на уровне брифов. То есть, мы альбом выпускаем не просто, вот мне захотелось, сегодня такой, я его поставил. Это целая аналитическая работа, где я сижу, смотрю, какие фильмы в этом году выходить будут, какие фильмы в следующем году выходить будут, какие фильмы вообще в ближайшие пять лет выходить будут, какие фильмы, там, какую музыку брали, у какого, какие тре... Если это продолжение фильма, какие музыки были в предыдущих частях, там. Ну, короче, большая работа над тем, чтобы в итоге сделать каталог таким полноценным, чтобы его действительно интересно было клиентам смотреть. Ну, ясно, ну, круто. Да, в-третьих, доступ к этим клиентам получить просто так нельзя. Была не одна история, когда ребята такие, да я сам смогу, сам сами, и просто пытались достучаться до всех этих клиентов, а их игнорировали, потому что ему очень много запросов приходит от разных библиотек. Туда добиться того, чтобы тебя вообще послушали, это большая история. То есть Imagine Music мне кажется, не слушали года три-четыре. Ну, кроме там вообще каких-то... Это в начале, да? Да, да, да. То есть первые вот эти этапы. Нас даже нас тупо не слушали. То есть я видел, что мы отсылаем письма в пустоту, и нас не читают. Я кучей разных способов добивался того, чтобы на нас вообще обратили внимание. Но благодаря тому, что на нас где-то сначала обратили внимание одни, потом другие, потом третьи. Вот так она понакатанный, понакатанный. В итоге там в России нас вообще все уже знают. В Голливуде потихоньку тоже вот эти трейлер-хаусы уже привыкли к нам. А так изначально, то есть ты как прям такой, здравствуйте, Марвел, послушайте, да? Ну, не Марвел. Ты пишешь в трейлер-хаусы, которые делают, то есть вот эти специальные организации, занимающиеся трейлерами, называется трейлер-хаусы. Они делают трейлеры, постеры, тизеры, рекламу в вебе. То есть рекламное агентство, но сделано именно специально для продакшна кино. Ты как библиотека пишешь в трейлер-хаусы о том, что послушайте нашу музыку, дайте контакт музыкальных супервайзеров, расскажите, кому можно написать. Они тебе никто не отвечает, им пишешь еще раз, они опять не отвечают, им пиши. И так, короче, это зацикленная история. Пока в какой-то момент они такие, ты вдруг какую-нибудь, не знаю, там, обложку хорошую сделала, они такие, прикольно выглядят, но все-таки гляну, ладно, так уж и быть. Да, было бы, что вы так и клянули. Ну, да, то есть я там очень долго добивался, как раз, потому что клиент-зона плохая была. У нас сначала очень плохо было с тем, как вот сейчас уже вот у нас Source Audio, это специальная платформа, на которой ты платишь в месяц большие достаточно, ну, относительно хорошие такие деньги, но зато у тебя просто для клиентов там логин, пароль, вся музыка выложена, все можно в разных форматах скачать, теги всякие прописаны, теги, композиторы не представляют, какая дичь происходит с тем, чтобы для каждого трека прописать теги, ключевые слова, какие-то там описания, метаданные, вот эти все прописать, темпы, все это в специальные экселевские таблички еще отдельно складывается. Для каждого саб-паблишера в разной форме эти метаданные, нужно приходится пересобирать эти же таблички в разном порядке. Там, это такая жесть, то есть это занимает день, два, несколько дней просто сидишь с этими табличками для каждого нового альбома. Это все тоже прописывает паблишер. И, короче, там много вот таких деталей. Паблишер представляет вас, то есть паблишер выбивает цены, паблишер знает, как оформлять лицензию, паблишер знает, как юридические вопросы решать. У нас были там те такие еще нифиговые, такие конфликты, когда приходилось прямо решать, а-ля, то есть на меня хотели в суд подать. За что? Длинная история, сейчас вот это расскажу, а можно к ней отдельно прям перейти, это очень смешная история. Ну, короче, то есть паблишер в каких-то ситуациях знает, какие договора надо, как сделать, а вдруг на китайском тебе прислали договор. Паблишер разберется, а вот ты сам по себе не разберешься. Более того, это как примерно с цифровыми дистрибьюторами. Ты не можешь с iTunes напрямую работать, он не будет работать с каждым человеком по отдельности. Он хочет работать с какой-то организацией. Здесь такая же история. То есть никто не хочет работать лично с композиторами, иначе были уже какие-то топовые композиторы, с которыми прям Trader House вот лично с ними работали. Такого обычно нет, они все равно представлены какими-то библиотеками. Потому что библиотека представляет собой сервис, а композитор представляет собой музыку. Музыка – это далеко не единственная деталь вот этой всей цепочки. Поэтому 50% заключает это вполне себе оправданная сумма. Да, вполне оправданная сумма. У тебя какая-то есть прекрасная история дальше, да? А, про суды, да. Отлично. Ну, не только про суды, сколько про некомпетентность немножко у нас. Кстати, я, по-моему, впервые так публично вообще рассказываю эту историю. У нас была дикая история, когда, в общем, композитор написал трек. В нем был вокал. И прям такая песня типа там была. Песня эта была отдельно создана вне его трека, но просто они его какие-то там друзья. Он их попросил дать им вокал, ему вокал. То есть там музыка была исключительно его, просто вокал из песни был взят какой-то. Я ему сразу сказал, что типа это все клево, но надо договор сделать. Он говорит, давай поможешь там сделать договор. Мы делаем договор, в общем, для того, чтобы он подписал с вокалистом и с авторами вот этой песни. Он говорит, все, короче, подписал, отдает мне. А у нас тоже по договору очень важно понимать, что там всегда прописано, что типа любые, ну то есть когда ты отдаешь трек, он должен быть чист, обязательно по правам, там все дела. Короче, он отдает, этот трек берут в трейлер. Что-то был какой-то, свидетели, по-моему, был, это киноэльманах такой был, из трех фильмов, из трех короткометражек, называется, свидетели. Короче, в трейлер берут этот трек. И все бы хорошо. Я еще в отпуск уехал, блин, именно в этот момент, надо же было. И в другую страну, блин, где просто вообще даже другой часовой поезд там. И тут мне пишут ребята и говорят, слушай, у нас вот эта группа, вот эти ребята, которые песни написали, они блокируют, короче, нам на ютубе трейлер, кидают страйки, и мы ничего не можем поделать. Они нам накидали страйков, и, ну, а это для ютуба критично. Из-за голоса, из-за капеллы. Ну, типа, да, что это их песни. Я пишу этому композитору, говорю, а что там твои ребята эти начинают нам страйки кидать, и ты же все с ними оформил. Он говорит, сейчас я выясню, короче, начинает выяснять. Потом приходит ко мне и говорит, тут, короче, такое дело. У них появился, в общем, какой-то типа менеджер, которого они вот наняли, который нотариально на себя все переоформил. Это он, его инициатива. Но я говорю, ну, нам что беспокоиться, мы же все оформили. Он говорит, да тут такое дело. Я говорю, что случилось? Он говорит, я, в общем, короче, я им отправил подписанный договор, а они мне обратно не отправили. Я говорю, то есть у тебя на руках нет подписанного договора. Он говорит, ну, я думал, они же, типа, я их знаю. Я такой, блин, понятно, то есть косяк. Очевидно, то есть мы теперь уже находимся в плохом поле. Мы использовали трек, ну, не без разрешения, получается. Хотя теоретически, на самом деле, там, если уже до суда доводить, да, там есть переписка с ними, где они точно как бы согласились там. То есть можно, в принципе, наверное, это доказать, но не суть. Суть в том, что как бы на данный момент есть как бы претензия, она теперь понятна, почему претензия, потому что договора с вокалистом нет. А трек мы сделали, взяли его, продали куда-то. Вот. И я думаю, так, ладно, надо вопрос решать. В первую очередь надо снять страйк, просто чтобы ребятам не мешать. Это наши уже разборки с этой группой. Главное, что не мешать, как бы, киношникам, которые взяли. Звоню этому менеджеру, блин, и там дикий какой-то вдруг происходит диалог. Я ему говорю, вот так и так, такая ситуация, нам надо ее как-то решить. Он говорит, нет, смотрите, я гражданин Российской Федерации. Я уже как-то что-то, что-то странное начало. Он говорит, я подчиняюсь типа законам Российской Федерации. По законам Российской Федерации вы преступник. Я уже что-то... Такой, блин, ну ладно. Он говорит, я буду разговаривать, короче, с вами как с преступником, исключительно в правовом поле. Я вам пришлю досудебное требование. Я такой, блин, ладно, ну окей, если вы так хотите решать вопрос, давайте так решать. Типа я понимаю, что мне ничего не грозит, потому что как минимум у меня с композитором оформлен договор, что если какие-то издержки за счет вот косяков таких, как бы он будет платить. Но я ему пообещал, как бы сейчас постараюсь решить, как получится, но готовься к тому, что, возможно, тебе придется за свой косяк заплатить, потому что это абсолютно логично, они могут за это деньги потребовать. Вот. И мы начинаем, типа, выяснять, и тут он мне опять там, там, начиная с ним опять связываться, говорю, ладно, давайте так решать конфликт, там, как, какие там условия вы можете предложить. И он говорит о том, что вы, в общем, вообще там чуть ли не уголовник, вас по уголовному кодексу там надо судить, поэтому там тут я ему уже начинаю говорить, так, мужик хорош, давай, я законы знаю, говорю, мне, во-первых, типа, не надо вот меня такими угрозами кидать, а то я на тебя в суд подам за шантаж, говорю, это как бы, не надо меня запугивать какими-то там вот этими вещами, я знаю прекрасно степень ответственности. Я говорю, давай просто проблему решать, потому что люди, третьи лица вообще не причастны к этому, они из-за этого страдают, у них трейлер. Говорю, можете снять страйки, а потом мы с вами решим, он нет, снимать ничего не буду, ждите до судебного требования. Я им пишу, они такие, ну ладно, что, будем ждать, типа, они как бы потратились на компанию, а у них тут трейлер блокируется. Сидим, ждем, проходит там какое-то время, он ничего не присылает. А он, видимо, залез в закон, увидел вообще, что там написано, а там за вот конкретное нарушение, по-моему, максимум административка была полторы тысячи рублей, и то не ему, а я просто заплатил бы штраф, который я просто из композитора взял эти полторы тысячи рублей. Он, видимо, понял, что начинает, короче, копать какую-то ерунду. Я его спрашиваю, типа, почему вы не присылаете досудебное требование? Он говорит, я пытаюсь найти, короче, юридические лица на имя ваших родственников. Я говорю, ну зачем? Он говорит, но я не верю вам, что у вас нету каких-то там еще юридических лиц, там, наверное, вы что-то скрываете. Короче, я понимаю, что он начинает просто тянуть время, а у ребят-то компания стоит, вот, и начиная тоже с компанией общаться, я говорю, ребят, ну, блин, я не знаю просто, что с ним сделать, он не хочет присылать досудебное требование, страйки снимать тоже не хочет. Они решают другую тактику избрать. Они говорят, давай мы ему предложим, как бы, раз он, видимо, хочет почувствовать себя, а он явно не особо понимает, про что кино вообще, то есть он, видимо, ему кажется, раз кино, там, куча денег, сейчас срублю, когда начал понимать, что там ничего не срубишь, начал вот это вот. Ну, короче, они говорят, давай мы его пригласим к себе, типа, типа, в студию, типа, соберемся, ему он будет чувствовать себя очень важно, и мы с ним пообщаемся. Короче, мы пришли все вместе и договорились, что он с кинокомпанией заключит договор на лицензирование, чтобы они, чтобы от них отстали, то есть у них, как бы, будет лицензия на их песню. Так. И, как бы, то есть к ним никаких претензий уже не будет. А мы там, типа, с ним уже сами разберемся. Он говорит, отлично, сделаем. И дальше началась, начала, начал вылазить, короче, дико вот эта его некомпетентность, когда, например, он там сделал договор со мной, как приложение договора с кинокомпанией. Они говорят, что вы делаете? Юридически так вообще невозможно, что в договоре, договор с кинокомпанией, а в приложении вдруг возникает еще какое-то лицо, вот мое, с которым, типа, что-то там еще, такого не может быть. Он, наверное, начинает там что-то переделывать, переписывать. Потом он со мной начинает выяснять, типа, какие-то вот эти правовые темы. Я ему делаю договор тоже, там, на лицензию, что мы лицензируем у них трек, вот этот. Начинаем прописывать, типа, там, вот есть, там, есть же деление в авторском праве, что есть произведение, а есть фонограмма. То есть произведение, когда просто, там, человек написал, оно в разном форме может использоваться, но... А есть фонограмма, это конкретно прямо аудиофайл вот этого произведения. Он говорит, что это такое фонограмма? Фонограмма – это вот минусовка, под которую поют. Я говорю, может, где-нибудь у вас караоке, там, где-нибудь, там, в Сочи – это минусовка, а в авторском праве фонограмма значит другое. Он такой, нет, вы так со мной не разговариваете. Говорит, давайте поменяем это слово. играть давать уже 20 просто подпишемся короче через много вот этих этапов мы такие дошли до того что мы подписали пришли встретились все вместе подписать договора оказалось что тоже там они умудрились сделать какие-то косяки мы прямо сидели ручкой исправляли эти договора короче вроде бы все оформили наконец все друг от друга отстали но в итоге потом еще там маленькая история была что композитор потом сказал и мы должны были там выплатить какую-то часть от лицензии которые мы получили тут композитор говорит я ничего не собираюсь платить вы без меня решали я короче не это я короче я бы решил все сам если бы ты короче не дал мне решать в итоге там тоже с ним еще пришлось разобраться что чувак вот у нас как бы договор ты обязан заплатить и в итоге ну в общем вся эта история закончилась вот такая вот дикая история так слова людях которые хотят что-то с взыскать а по факту не и вот к слову о паблишере значение паблишера вот он сидит и вот это вот иногда разгребает вот такие вещи у нас много разных таких историй есть это просто одна из самых диких таких ну ты же бывало что кто-то пишет трек и там засемплил что-нибудь и подумал что проскочит этот сэмпл но засемплил наверное такого не было были была например история композитор немножко по не то что прям за злым умыслом но по незнанию подумал что а чё бы не он отдал трек в библиотеку в один из первых альбомов потом такой тип куда ты что-то его не продают и просто отдал в другую библиотеку несмотря на то что он со мной подписал договор эксклюзивные вот и и там в той библиотеке его залицензировали и когда я узнал что наш трек вдруг от чужой библиотеки залицензировался тоже пришлось разбираться пришлось библиотекой договориться что они типа якобы саб паблишер для этого трека короче всякие истории бывают эти там много чего да тут прям нужно быть внимательным конечно очень сильно но и главное что собственно паблишера не обычно в этом деле подкованы они могут разгрести эти конфликты а вот обычные композиторы зачастую то есть если им кажется что они вот типа если вдруг что произойдет они легко это разгребут но очень нелегко то есть то что прописано в законе далеко не всегда знаешь что вот так оно все и будет работать всегда придется искать какие-то договоры вот как в этой ситуации закон вроде есть а подписать вы ничего не сможете понятно ну ладно это очень интересная поучительная думаю история я думаю после этого ты говорил оформляйте договора на все просто просто чтоб лишний раз до вас нельзя было докопаться тогда все будет хорошо все но я и не воруйте музыку давай плавно перейдем к тому как ты попал вообще в киноиндустрию как кинокомпозитор да как это вообще произошло но здесь есть маленькие я его не учитывая момент что когда-то давно я еще типа вот когда еще там чуть ли не в училище учился я что-то для какого-то кино там такого малобюджета делал а даже не студенческого что-то такое уже не там камера же был полнометражный фильм он не особо коммерческий в итоге был то есть его где-то возили по каким-то фестивалям вот прям полнометражный фильм там но при этом все равно он не особо но я тогда мало опытный был то есть я не беру в расчет прям сильно что я да наверное это хороший буст был для меня но в принципе это не сказать что прям кино так как он попал уже а как он попал там я просто всем рассылал там тогда еще краудфандинг только стал популярным я всем рассылал письма что но если честно оно такое то есть я не беру прям это как серьезно работает скорее просто приспособился там где-то как мне но тем не менее ты уже мог это показать как некое портфолио но наверно да хотя никогда не показал хорошо тогда как следующий вот а следующий здесь другой я там в трейлерщине начал приобретать у меня вообще так немножко уникальной ситуации получилось что из-за того что его так сбоку вошел в индустрии вот со своей всей этой трейлерщиной обо мне узнали но при этом есть ну как сказать я не от кого-то пришел то есть не было такого что кто-то меня взял и сказал это классный парень и я кому-то то есть получилось так что я просто возник и все как-то начали смиряться с тем что вот есть еще теперь такой парень а конкретно самый первый вот уже полноценный полнометражный фильм балканский рубеж на него там очень все просто владея режиссер фильма он же владелец трейлер хаоса в россии которые делают трейлеры российские называется он 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 off pro production у него полное имя такое и андрей волгин он как бы директор вот этого продакшена и он же при этом режиссер этого фильма был а сценарист и монтажер этого фильма он же монтажер трейлеров ноги и поэтому они позвали да они изначально не то чтобы прямо именно меня планировали не просто на тендер позвали говорят слушай а не хотел бы вот к нам на фильм попробовать мы тут делаем я такой давайте для меня типа опыт интересный я попробовал тендер видимо выиграл ну то есть но я так понимаю что не знаю как там выбирали но то есть мне сказали что моя версия а что ты должен был попробовать две сцены две по моему сцены они мне дали из фильма и сказали просто под них написать музыку они в итоге остались по-моему одна из них остался 2 вот еще по 2 не очень помню больше одна точно осталась но сильно видоизменилась то есть мы ее за основу взяли но потом еще сильно переделывать а какая осталась я просто потом монтирую как объяснить один из героев едет суицидится на короче надо таком грузовике с бензоколонкой едет прямо в эти там из минометов их обстреливают и он понимает что нужно короче просто взять и въехать в них взорвать все нафиг вместе с собой это ближе к концу ближе к концу да вот эту сцену собственно взяли для для типа тестовый вот и я в общем я сделал да мне сказали просто продюсерам больше всего понравился мой вариант и говорят давайте попробуем работать ну и мы сели то есть сделать то есть тебе даже никаких водных не давали такие просто фильм про войну не было еще то есть мне вот я не помню на каком этапе мне кажется уже после тендера сначала до тендера да просто по моему ну то есть сначала ввели вот в общем а потом ожидали сценарий я почитал но а потом она есть честно самая основная работа пошла уже когда монтаж дали полный вот тут уже ты реально понимаешь перед чем ты имеешь дело сценарий все-таки не раскрывает до конца ты как бы прочитал но ты себе по-другому какие-то вещи представляешь музыкально все равно это не особо прям отталкивает может это у меня так может кого-то другого по-другому сушим и я знаю что там много музыки как бы ну там песен и много музыки у них при но они залиценизировали разные штуки да я это пример что у тебя там первая часть вообще на и бинте практически построена да и вторая уже динамическая так ну да и это растет сильно но там разные там много ты такой то ля триллерной саспенсной музыки где-то там есть одна сцена которая что-то там трек идет чуть ли не 12 минут и там прям надо было на протяжении 12 минут просто очень тянуть и тянуть и тянуть линию и так что при этом она не надоело но нельзя сменять было сильно настроение потому что это там несколько одновременно разных показывать с персонажей и с ними параллельно идут разные истории а тебе все это одной линии надо вытягивать ну вот такие например отличный челлендж были какие-нибудь референсы конечно конечно там есть грустная немножко история что мы не дорулили вот самым последним ближе к концу там есть ну да это не ближе к концу это последняя пола сцена там начало случайно не не сначала там интерстеллар и стоял интерстеллар да и мы как не пытались вырулить все равно ну то есть люди мне сейчас говорят что там похоже на интерстеллар и вот я типа я понимаю как раз что похожа оказалось просто начало как раз но изначально смысл сантрека меня там мне кажется вначале изначала сантрека не нет там интерстеллар был сто процентов интересно вот но там как раз ситуация где может быть мы просто поздно сообразили или но я может короче мы пытались сделать другие вещи но вот здесь уже проблема референса То есть настолько все привязались к этому референсу, что ты вроде что-то делаешь другое, кажется, как будто бы не то. Ты начинаешь возвращать обратно, но все уже настолько насмотрелись на эту сцену вот именно с этой музыкой. Классика. А от Симмера переплюнуть референсы, вот точнее не референсы, они же вообще там, мы любим, вот я и Иван Бурлеев, мы любим подмечать, что на самом деле это называется темп-скор. Ну, темп-скор, да. То есть референс это другое. Это когда тебе показывают ориентир на то, как хотелось бы по настроению. А темп-скор это именно что монтаж делает. Это немного другая. Тенд-трек. Да. Вот. Но, короче, самая эта проблема в том, что они вставляют очень крутые примеры, которые очень сложно переплюнуть, потому что они и так сами все очень круто сделаны. Попробую взять и переплюнуть Интерстеллар Циммера просто вот так, вот так, чтобы лучше было. Ну, очень сложно. Ну, вообще гибкость какая-то была, вы могли с режиссером договориться? Да, да, конечно, мы договорились, но не, очень много как бы было, мы все обсуждаяли, там, все было хорошо. Это именно вот в этой последней сцене, вот, может, и я уже устал к тому моменту. Все-таки первый полнометражный фильм немного, может, мне смелости где-то не хватило, потому что, то есть, тоже ты попал на проект, не хочется прям приходить, там, стучать кулаком, типа, вот так должно быть. Ну, короче, я думаю, что это скорее издержка какая-то рабочая. То есть, там все-таки много оригинальной музыки, то есть, я не считаю, что там прям какой-то переписанный референс. Там очень много, я старался вообще уходить подальше от референса, прям зная эту проблему, зная, что вот ты можешь войти вот в эту колею, где ты просто копируешь, копируешь, копируешь. Ну, это самое, да. Ну, это сложное было, но и режиссер тоже все прекрасно понимал, просто вот именно там, там не получилось. В остальных местах более-менее получше с этим было. Была какая-то концепция определенная, вы как-то разрабатывали концепцию сонтрека? Да, изначально я с этого старался и начинаю. Я вообще каждый фильм теперь, который вот сейчас куда попадаю, стараюсь с этого и начинать. То есть, прежде чем вообще садиться за секвенсор, ты садишься и сначала очень долго продумываешь о том, что ты вообще, какие темы ты должен там вообще подчеркивать. Причем темы не обязательно темы там мелодические, а темы, может, тембральные какие-то штуки. У нас, например, у сербов не было как таковой темы, но была такая типа а-ля сигнализация такая, как будто воздушная тревога такая, которая в музыку была вплетена. И вот мы ее решили, прямо это некая тема тревоги сербов. Вот такая тема тревоги и тема сербов одновременно. Она вот там возникала время от времени. Вот какие-то такие вещи. То есть, ты сначала продумываешь, расставляешь точки какие-то на фильме вообще, где ярче всего выражена эта тема, где бы ее можно было вставить. А потом, когда ты их основные вот эти сцены сделал, ну, режиссер, естественно, содействует. Он тебе дает сначала основные какие-то сцены, а потом уже такие не очень значимые. А потом ты уже садишься и начинаешь потихоньку, как конструктор из всего этого, когда ты надел вот этих тем, тембров, все подобрал, а дальше, как конструктор, собираешь из этих тембров уже просто дальше остальные сцены. То есть, ты уже, у тебя рамки какие-то есть для себя установленные. Ты не выходишь за пределы вот этих тембров, за пределы вот этой стилистики, за пределы вот этих тем, и уже легче становится, потому что у тебя все это уже готово. Ты просто садишься и пересобираешь какие-то элементы из других треков. Ну, в общем, да, рамки это очень всегда... Это позволяет сделать тебе с одной концепцией все очень хорошо. Да, да, да. Поэтому это, конечно. Я очень стараюсь всегда, в первую очередь, концепции делать. Ну, то есть, какие были рамки вообще? То есть, там, типа, только оркестр или там... Нет, оркестры как раз не только, потому что мы понимали, что у нас прям записи живого оркестра не будет, и поэтому надо было... То есть, там и синтах много, да? Я помню. Там и синты, там и много каких-то вот таких пульсирующих всяких фактур. Там прикольно получилось... Короче, я когда-то купил скрипку за 3 тысячи рублей на Алиэкспрессе. Супер дешевая, она ужасная, там просто струны лопаются от одного прикосновения. У меня есть такая. Да, ну вот. Но там, короче, был смычок. Это у Андрея просто. Да, ну вот, вот она. Короче, но там смычок главный был. И тут, я когда делал тоже тембры, а у нас, получается, вот есть сербы. Сербы, мы придумали вот эту историю про сирену. Есть там какие-то мелодические аля-мотивы. Но еще нужно было вот этим террористам-албанцам, боевикам, надо было придумать тоже вот какую-то... А, в частности, я главарю вот этой банды такому. Надо было придумать что-то такое очень вот гнетущее. Какие-то прям тембры. Я понимал, что нужны тембры интересные. Не хотелось брать какой-нибудь тупо, типа там дудук вставлять. И сламжи, и дудук. Ну, то есть слишком... А тут я, короче, беру смычок и просто ради прикола думаю, а что будет, если смычком подключить электрогитару через шнур и смычком по ней поводить. И в этот раз оказывается, что прикольный звук. Я на ней сначала кучу каких-то фактур понаделал просто. Потом начал их расставлять. Оказалось, что они прикольно звучат. Потом уже записал еще какие-то фактуры. Еще уже прям под треки уже что-то записывал. Но и потом просто этот весь материал на записанный использовал уже дальше вот как албанскую какую-то тему. Ну, слушай, прикольно. Я думаю, так или иначе, все композиторы, кино-композиторы пытались поиграть на гитаре смычком. Я тоже любитель это поделать. Даже в драме это умудрился применить. Да, на самом деле там же очень вариативная эта штука. Там можно много чего придумать. А там просто мне нужен был именно такой скрипучий очень тембр получился. И я без каких-то примочек, без всего, просто его сухим вот таким оставлял. А, ну там дисторшн все равно был, да? То есть чистый. Да, вот такой скрип, короче, был. Ну, а я просто там каким-то там почистил эквалайзером, что-то шум их какой-то лишний убрал. И прикольно получилось. Она немного диковатая такая тема получилась, как будто скрипучая. Когда слышно, что это как бы смычком, но чуть немножко железный какой-то такой звук, неприятный немножко. Слушай, интересно, интересно. И из-за этого вот он албанцам подходил, потому что они как раз такие диковатые вот эти ребята. Ну, не албанцы. Ну, да, да, конкретная группа эта. Группировка вот эта, да? Да, прикольно. Там много обсуждений было, что там не все албанцы плохие, хотя людям кажется сначала. Ну, да. Забавно. Я на самом деле вроде бы тоже клин писал гитару, но она прям супер входила в тему, потому что инструмент главного героя был гитара, там все на фанке такое было поставлено. И типа в какие-то лирические моменты прям вот эти дроны очень заходили, помнишь, я там навешивал ревера. Музыка Гитара вообще один из таких инструментов, которые можно так перекрутить. То есть вот какую-нибудь трубу ты никак не покрутишь. Вот она не есть, тембр. Звездные войны, тройной стаккадо. Ну, грубо говоря. Можно питчить ее на две октавы и вешать на нее тоже ревер. Получается очень странный синт. Я просто так пробовал. Да, но все равно она не такая гибкая, как гитара, у которой просто там можно... И разные гитары еще, и вот это все там, короче, можно много чего извлечь. Насколько я смотрел в фильмографии, сейчас будет фильм «Мы». О, да. Когда что-то уже будет, блин. Ну, это из-за пандемии там задержка была, да? Там из-за пандемии, из-за смены прокатчика, там много чего происходило. Там все время он переносился и переносился и переносился. То есть даже я просто на нем сижу уже года три, мне кажется, на этом проекте. Ну, ничего себе. И мы до сих пор допиливаем некоторые... Ну, мы немножко знаем, что у нас есть время, но в любом случае, то есть мы прям самые последние уже сейчас сцены допиливаем, потому что его опять перенесли. Но там это пока что мы просто опус магнум какой-то мой. Там реально я очень горжусь тем, что получается. Мы очень ждем, когда что-то наконец выйдет. Потому что там настолько уже индивидуальный какой-то прям характер саундтрека, ну, как нам кажется. Я уж не знаю, публика расценит как бы в итоге, в чем получилось. Как и по самому фильму. Мы очень переживаем, честно говоря. Но там еще есть момент такой, что мы просто с самим режиссером очень хорошо сдружились. То есть это редкий случай, когда ты вот пришел на проект, а в итоге нашел себе нового друга. Прям друга, к которому ты будешь в гости ходить, так как бы говоря. Да, не часто такая история проходит, что вы прям постоянно общаетесь после этого. То есть вот Гамлет Дульянов, а это его дебют. Он тоже за него очень сильно переживает. Дебют, который должен был выйти давно, а он уже успел сериал снять. Он сейчас еще какие-то проекты собирается делать. А этот дебют все никак не выйдет. То есть вот. Но и мы там вложились очень сильно. У нас очень хорошо друг друга мы понимаем в плане музыкальных вкусов. Потому что у нас общие вкусы. И, соответственно, очень кайфово на нем работать. Тандем вообще такой творческий режиссер-компедитор, мне кажется, очень сильно влияет в итоге на оригинальность даже проекта самого. Да. Это слава богу. И на комфортность работы, и на прочее, да. И там мы очень кайфуем все время, когда мы какую-то новую сцену делаем. У нас прям общее с ним удовольствие, что мы садимся и смакуем, слушаем. Главное, чтобы вот этот весь смак за пределы нас вышел. Я вот за это переживаю. То есть кому-то там из ближайшего круга каких-то людей я показывал, им всем нравится. Но здесь ближайший круг людей – это всегда такая, конечно, вещь. То есть они могут тебе сказать, что им нравится просто потому, что они тебя любят, как близкого друга человека. И все. Но, короче, посмотрим. Мы очень много вложили души в этот проект. Прям очень много. И сам фильм, там Гамлет, ну, режиссер, он за него горой стоит просто каждую мелочь, там пытается добить вот все, что может. Я очень надеюсь. Но там что-то, антиутопия, да? Да, но мы, это вообще изначально, что книга «Замятина», она – это самая первая в мире вообще антиутопия, по которой потом уже вдохновились, сделали «Одивный новый мир», 1984. Вот это все пошло от нее. То есть какие года? Это прям начало 20-го? Да, это 20 какой-то там год, да. То есть 1920 или 30 какой-то года. Ну, то есть очень давно ее, еще до Второй мировой. И она, на самом деле, если сейчас ее читать, она достаточно простая. Ну, то есть там ты смотришь, ты все это видел уже в миллионе раз, потому что мы эту антиутопию уже в усложненных вариациях видели. Но, как бы, ничего не буду говорить. Я скажу только, что у нас по мотивам. То есть все-таки это не… Ну, скажи, может быть, чем-то… Вообще, ты как-то стараешься, может быть, там, особо выделить музыкальную концепцию, какую-то придумать, чтобы она была там меньше похожа. Другие, как Циммер, да, например, делать. Мы сейчас плавно зашли в рубрику «Циммер». Да, то есть чем он меня вдохновлял? Тем, что он говорил, что я люблю переосмысливать жанр. То есть если я знаю, что там вот боевики делают так, я хочу по-другому сделать. Как-то… Да, смотри, я не могу сказать, что я прямо хочу именно по-другому, но здесь точно я сажусь и хочу придумать уникальную концепцию, которая реально будет отличать саундтрек. Ну, в принципе, выделять фильм. Ну, да, чтобы я понимал, что мне не стыдно за то, что я сделал не просто какую-то музыку, просто есть она и есть, функцию выполняет и все. А мне всегда хотелось, чтобы она вот… Но это еще с трейлерши, на самом деле, пошло. Там же в этом вся фишка. То есть тот же альбом, вот «Супримы» эти мои взять. Там прямо в этом и фишка. Я стараюсь в каждом треке придумать целую там бэкграунд-историю какую-то за этим треком, просто чтобы это было, ну, интересное что-то. Мне просто кажется, это важное качество вообще для композитора. Ну, да, да. На самом деле-то вы истории рассказываете, а не просто музыку пишете. Это очень важно. Ну, да. Ну, и здесь тоже там на том же «Мы» мы очень долго думали о том, какие темы, что куда приспособлять, как это, как одно к другому соотносится, где какие элементы. И там все в итоге вот на этих элементах. Там такая конструкция из вот как раз разных тематик друг с другом перекричали. То есть там ничего сильно именно сложного музыкального. Это не симфония там какого-нибудь. Это более синтовый опять? Да, это очень синтовая история, абсолютно. Там оркестровых прям вот таких полотен, да по сути, по-моему, там чуть ли не три трека всего во всем. Прямо оркестровых, вот, что полностью на оркестре построено. Там тембры оркестровые скорее выполняют функцию тембральную, чем какую-то, чем... Ну, если там, например, есть флейта, она вот именно как флейта, просто тембр флейты нужен был. То есть она вот посреди всех этих синтов, ну, да, в основном синтетическая история. И у меня, кажется, там много... Короче, много там чего интересного есть. Или какая-то акустическая, но не стандартная акустическая. То есть мы какие-то тембры старались находить необычные. Вот. Просто мне не все я сейчас могу рассказывать, потому что у меня режиссер может по голове дать. Вот. Поэтому, ну, в общем, я надеюсь, что никуда он не перенесется, но вроде бы не должен уже. То есть вроде вот осенью 22-го года он должен выйти. И, скорее всего, это станет каким-то этапом. Мы просто еще... К слову о том, как мы выкладываемся насчет того, чтобы вот результата добиться. Музыку сводит нашу девушка, которая, в общем, она ассистентка Алана Мейерсона. И она при этом ему еще с какими-то работами помогала уже полноценно. Например, она сводила скетчбук Дюны у Циммера. Ооо. И она же сводит саундтрек для Мэйер. Вот так вот. Слушай, скетчбук, это офф-топ сейчас тема. Я помню, когда посмотрел Дюну, сначала не понял саундтрек, а потом как понял, как говорится. Вот. Я помню, что я на Ютубе нашел, выложили в Warner Brothers полный саундтрек. И я переслушиваю его два раза. Там, по-моему, два часа он идет. И в какой-то момент, я помню, там мужской хор идет. И, видимо, при сведении нечаянно затронули дорожку хора. И там просто дыра. Я такой еще раз. Я такой, вау, как это произошло. Но все могут ошибаться. Конечно. Слушай, ну круто. Алан Мэйерс это как раз таки за крышей Циммера. Тот, кто сводит. И не только Циммера, он вообще, мне кажется, пол Голливуда свел. То есть там и Марвеловские фильмы он сводил, и Циммера он сводил. Блин, чего он только не сводил. Но вы пробовали как-то до этого в Москве это сделать? Не-не, здесь история была изначально. Мы это в Москве могли абсолютно сделать. Там просто мне, во-первых, очень хотелось. Попробовать. Получилось как? Я просто съездил на Mix with the Masters вот к Калану Мэйерсуну. И, в общем, мы там пообщались. И вот как раз с ссистенткой мы познакомились тоже. Все общались. У нас там еще чат есть. И мне просто очень хотелось. Я понимаю, что у нее, во-первых, полно... То есть она пока что на тот момент еще больше как ассистент была. У нее сейчас все больше уже сольных проектов каких-то появляется, где она прям микс-инженер полноценный. Вот сейчас Золушка вот это, где там Негр Золушка будет. Ой, Негр, это Фея. И вот это она там уже полноценно, например, сводит. Ну, то есть я понимаю, что, наверное, пока что по цене она не заоблачная еще сейчас будет. А оказалось, что вообще даже близко не заоблачная. Ну, ладно, это наши секреты. Вот. Но, короче, мы всегда могли бы обратиться к русским ребятам. Но мне очень хотелось попробовать вот пока что к такому этому никто не пытался обратиться. Почему бы на нашем, раз уж мы идем до Талова, просто типа делать как-то прям по-новому, по-интересному, так как в российском кино не принято. И тут сделаем. Нет, да интересно. Я считаю, да, все время, когда есть возможность, конечно, нужно пробовать. Да, ну, короче, интересно. И она сводит. Ну, нам, наверное, очень нравится. Короче, посмотрим. Ладно, не буду заранее говорить. Я говорю, результат все-таки рассудит публика. Мы можем сколько угодно нахваливать свой саундтрек, там, свои фильмы и прочее. Интриговал. Сколько вообще времени занял саундтрек Балканского рубежа и мы? То есть я знаю, что в основном, то есть это 3 месяца, 4 месяца. Нет, больше. Больше у вас, да? Мне кажется... Это вам прям хорошо повезло, можно сказать. Да. Да. Не, на Балканском рубеже, блин, я вот сейчас уже точно не вспомню. Мне кажется, месяцев 7-8 даже, может быть. Ничего себе. Или... Но там... Я не помню. Переделывали что-то много, что ли? Мы и переделывали, и там... Там была очень жесткая ситуация, когда один трек не смогли выкупить, и пришлось писать прям чуть ли не за неделю до перезаписи. А-а. Ну, короче, достаточно долго мы его делали. Ну, а мы здесь из-за этих переносов он просто растянулся так, что мы его делаем. То есть здесь уже, знаешь, не про скорость работы, а здесь скорее про то, что ты понимаешь, что у тебя есть время, и ты можешь этим временем воспользоваться, чтобы сесть и подумать. Классно же. Подумать о том, что... Да, собирай. Или сесть, и правки какие-то... Вроде все хорошо, но давай еще вот доделаем так, чтобы вообще было. То есть у нас есть такие сцены, которые мы прям вот... Там уже шестая версия идет, какая-то там чуть ли не седьмая версия, а мы все равно допиливаем и допиливаем, потому что хочется прям вот... Нет, ну отлично. Да, слава богу, мы себе могли позволить вот нам и так делать. А был Лед-2, например, на который я попал вообще к... Ну, то есть я на нем не то, чтобы композитор, как мы прикалывались, что я композитор всего официального, официального как бы скор, там же нет скор, там все песни. Да, да, да. Аранжированные, чужие. Ну, типа там Баста, еще кто-то, я не помню. И как бы саундтрека изначально не должно было быть вообще, только песни. А тут они в какой-то момент, в самый последний момент почему-то поняли, что им все-таки нужно в некоторых сценах музыка. Слушай, так у них в первом уже Дима Силипанов с Антоном с Беляевым делали. Да, но в первом режиссер был Электрофим, а в втором был Жорак Лежовников. А Жорак Лежовников, он вообще не работает с композиторами. Как-то так вот. Он всегда просто берет стороннюю музыку и все, его это устраивает. Ну, такой вот подход. Он, кстати, не один, который так делает. Как бы помним движение вверх, в котором вся музыка абсолютно взяла. Как меня это бесило, господи. Да, при том, что фильм офигенный. Но мне так обидно было, что на такой фильм не может никто приложить к себе вот как портфолио. Никто не может похвастаться. Я помню, там несколько композиторов участвовал в этой битве на Фейсбуке в комментариях. Да, но на самом деле здесь сложно винить, потому что ты понимаешь, что режиссер взял, у него и было решение, он это решение сделал, и фильм опородал это решение, он окупился, фильм получился хороший. Вот сложно сказать, что это против. Говорить, что, а как же вот так вы плохо к индустрии относитесь, к композиторам, это уже здесь вопрос про мораль, про какие-то такие вещи. Слушай, кстати, а как ты относишься вообще к тому, что вот некоторые композиторы, режиссеры очень любят, когда у них есть мелодическая тема, которую ты можешь напеть, грубо говоря, а некоторым вообще все равно? Я нормально к этому отношусь. Очень много саундтреков сейчас узнаются не за счет мелодической темы. Там правильно? Да, конечно. Ну вот, например, я могу... У меня все знакомые прошли этот тест. Короче, это смешно. Я иногда проверяю на знакомых разные штуки. Ну, свои треки понятно, я все время проверяю абсолютно. Но есть еще там... Я, например, один раз решил собрать темы из недавних вот 2021 года фильмов и повключать саундтреки. Мы с ребятами эти фильмы смотрели, и я просто на них тестил, типа, узнает он, откуда эта музыка или нет. И, например, вот никто Круэллу не признал. Хотя вроде там классная музыка, там тема есть. Никто не помнит, как она звучит. Хотя я вот, например, помню. А там кто там? Пембертон? Нет, там Николас этот... Бритл или как-то его зовут, который вот сейчас наследники сериала. Очень офигительная тема из наследников. Который сейчас не смотреть вверх сделал вот саундтрек. А, это он? Да, да. Вот он же... Крутой мужик. Да, вот у него наследники. Главная тема я обожаю. Просто это офигительно сделано. Да, и не смотрите вверх тоже. Да, да. Ну вот, и он... То есть, например, там не узнавалась музыка, а при этом «Гнев человеческий» Гая Ричи просто сходу. Люди слышали вот эту музыку, при том, что там композитор, это же его второй проект. У него первый проект «Джентльменов», второй проект «Гнев человеческий». То есть, вообще неотесанный композитор пока что еще. Вообще не помню. Ну, ты не помнишь до тех пор, пока не включить. А как только тебя включат, ты такой, а, это оттуда. «Джентльменов» Это как вот многие не могут напеть «Матрицу». Как ты напоешь музыку из «Матрицы»? Я хотел тебе этот пример привести, потому что мой любимый фильм. Да, я тоже обожаю. Я считаю, что это, ну, правда, стилистически все это помнят. Причем никто... И вообще я редко встречаю элитарические какие-то приемы. У него около элитарические, конечно, диссонансов много. И при этом коммерческий очень успешный фильм. Да, ну вот, то есть я считаю, что если такая история есть, значит, все нормально. Если нет мелодической темы, но саундтрек можно узнать по звучанию. Ну, ты знаешь, с другой стороны, я помню, когда «Облачный атлас» я посмотрел, когда я долго ждал уже, когда там Вачовский что-то снимут уже после... Что там, спидегонщик был после «Матрицы». И я помню, что тогда мне понравился очень фильм, впечатлил меня тогда. И я помню, что я вышел из кинотеатра и минут 30 про себя напевал. Нет, напевал – это хорошо. Здесь, это у меня с Дюной то же самое было. Я потом вышел и вот эту... гитара вот эту тему напевала и голос отрываться не мог. Не все почему-то запомнили тему из Дюны. Да, не все ее запомнили. Другой вопрос, что если ты включишь саундтрек из Дюны, все сразу узнают его, просто мгновенно. я считаю, что вот такой эффект должен быть у саундтрека. Да, конечно. Мелодичность вообще, как и в целом, классическая какая-то оркестровка, она все-таки выходит сейчас не то что из моды, она просто стала каким-то определенным, определенной краской. То есть вот если ты делаешь олдскульную такую оркестровую музыку типа а-ля Джон Уильямс, это именно отдельная какая-то краска, которая может где-то хорошо сыграть, а может где-то не сыграть. То есть нужно быть гибче. Все-таки в хоррор какой-нибудь там, в триллер ты не ставишь, чем тему из челюсти, так, чтобы это серьезно выглядело сейчас. Ну да, да, да. Ты сейчас уже встанешь, и это скорее смешно будет выглядеть. Слушай, я сейчас просто делаю короткометражку, и там очень талантливый человек ее делает, CG полностью, короткометражка, как бы высокого уровня довольно, и у него референсы там проложены, знаешь, там Аллен Сильвестер и Джон Уильямс типа 80-90-е, и очень долго, долго ему говорил, что это очень круто, я их люблю, обожаю, на них вырос, но это уже просто звук не нашего времени, это отдельная эпоха уже звучащая. Даже все равно как делать, вот в 50-х оркестр звучал, когда вот он с джазовыми музыкантами играл, грубо говоря, вот оно вот в той стилистике осталось, сейчас делать всерьез вот такую музыку не без стилизма, ну странно будет выглядеть. Ну да. И кстати, вот про оркестровую, очень многие мне доводом за оркестровую музыку говорят, что ну вот в мультфильмах она, и короче, у меня я очень долго прям копил ответочку для мультфильмов, какие, ну если не брать душу, какие сейчас самые какие-то такие известные топовые мультфильмы были, это вот эта студия, которая делала «Гололомка», «Душа», там «Лука», «Пиксар», «Дисней», типа продюсеры по одни и те же вот у этих именно проектов «Тайна Куко», могу ошибаться сейчас здесь. Короче, открываем «Головоломку» и смотрим саундтрек из «Головоломки». Где главной теме оркестр, там синты, такие реверсированные какие-то штуки саунд-дизайновые, пианинка с ревером. «Головоломка» Смотрим «Луку», я вот недавно посмотрел. Где все эти одновороченные оркестировки? Нет, там абсолютно по-другому сделано, более просто. А там камерные, я помню, более такой составчик. и такой, немножко такой пляжный, испанский. Там даже композитор, который маньяка написал сериал. Да, я не знаю. Блин, очень крутой чувак, я просто потом сразу в инстаграм сниму. Да, ну, короче, я к тому, что ты смотришь и понимаешь, что даже в мультфильмах уже все, уже тоже отошли от этой схемы, там уже нету. Здорово. Супер вот эти оркестровочки. У меня, в общем, это как бы самая главная ответка тем, кто топит до сих пор за то, что надо. Джон Уильямс. Джон Уильямс офигенный композитор, ну, блин. Да, ну, как бы, слушай, он гений просто, да, но все-таки, опять же, кто сейчас может вспомнить Джона Уильямса саундтреки недавние? Шпионский мост. Кто его помнит? Линкольн. Кто его помнит? Линкольн. Кто помнит? Это, кстати, про Циммера то же самое. Кто-нибудь помнит саундтрек из фильма «Вдовы?» А он вышел в 2018 году. У него один из первых фильмов был «Машина для Мисс Дейзи», по-моему, или что, «Водитель»? Первый, не помню. Мы здесь не помним первого фильма. Или, например, я недавно тоже как-то показывал там студентам своим этот саундтрек из, сейчас скажу, «Циммера». «Великолепная афера» был фильм, такой с Николасом Кейджем в 2003, по-моему, году. Там такая шикарная музыка, и главное, что это вообще даже близко не тот Циммер, которого все себе представляют. Там аккордеон играет, там такая бочка электронная играет, под нее аккордеончик такой а-ля такой афериста, немного там, там аферисты типа такие вот, мутят, ну, по названию, понятно. Такая очень легенькая такая немножко музыка, авантюрная такая. Вообще, то есть на предтипичного Циммера вот этого там начала Интерстелла даже близко не похоже, что в очередной раз показывает, что он очень широко вообще в спектре навыков человек. Ну да. Так слушай, в Шерлоке Холмсе горит. Ну, в Шерлоке Холмсе там все равно ближе тоже к блокбастеру, а там именно не блокбастерная музыка. То есть вот в этом прикол. Ты слушаешь, она вообще такая чуть ли не под мультик, да и тот же Циммер, опять же, блин, вот этот, если послушать саундтрек из этого Дорога на Эльдорадо, тоже, там же просто шикарная, именно даже не песня, а вот музыку, которая отдельно сделана, да уже там тоже проявляется вся Циммеровщина в плане того подхода, как он делает, и при этом это не похоже на типичный вот эти Дорога, там какой-то эпик, даже не эпик, не близкий. Так вот это и круто, что он делает концепцию и делает, да, да, очень круто. Это из меня вдохновило. Ну, а короче говоря, вот есть, например, те же Вдовы, про которые никто и про фильм не помнит. Так а почему не помнят, как тебе кажется? Не знаю, просто не запоминаешься фильм, видимо, оказался. А есть другие примеры, вот есть, например, фантастические твари и места, где они обитают. Блин, кто-нибудь помнит оттуда саундтрек? А кто там, Деспо? Нет, там этот Джеймс Ньютон Ховард, по-моему. А-а-а. По-моему. Слушай, ну, к сожалению, я очень уже композитор, но я не помню. Я недавно пересмотрел, пересмотрел этот, да, Джеймс Ньютон Ховард, я недавно пересмотрели «Фантастических тварей», что вообще, типа, всех Гарри Поттеров, «Фантастических тварей», естественно, я еще внимательнее там смотрел на музыку, там же тоже композиторы менялись, кто-нибудь там знает, кто такой этот, там, Патрик Дойл, кто это вообще такой, чувак, Гарри Поттеру музыку писал. Патрик Дойл, да, но это такой, из старой школы. Ну да, но я имею в виду, «Фантастических тварях» все прекрасно, вроде бы, там внутри музыки работает, но включи ее вот так, никто не узнает вообще, откуда это, просто что-то там, ну это из кино, а из какого никто не узнает. Потому что что? Потому что там, скорее всего, вот как раз концепции, вот такой не было, то есть они как-то застряли между двух миров, у них есть Гарри Поттер, основанный на старых приемах, есть современная вот повесточка, как надо делать, но при этом они не могут себе ее позволить, потому что надо делать, как раньше, ведь это Гарри Поттер, а фильм при этом выглядеть должен как по-современному, и они где-то вот застряли, мне кажется, вот между вот этими всеми делами, плюс Джеймс Ньютон Ховард, он все-таки человек в возрасте ему под 70 с чем-то лет. Уже? По-моему, да. Причем меня удивило, что его в первый фильм в фильмографии он сделал в 30, по-моему, лет. То есть я понимаю, что я в своем возрасте добился больше, чем Джеймс Ньютон Ховард. Бабавный фактор. Ну а в другой момент, что ты понимаешь, человек в 30 начал, и не помешало ему сделать на 150 там фильмах, в фильмографии себе, начав с 30 вообще. Мотивация вот от Миши Афанасьева. Если даже вам 30, это не значит, что вы им не можете. Да слушай, Дэни Эльфман, у него вообще в 35 лет, по-моему. Да, вообще, кстати, профессия композитора, по-моему, это вообще такая штука, в которой ты раскрываешься ближе к 40, наверное. Ну мне тоже кажется. То есть ты очень долго будешь доходить до того, чтобы дойти вот, наконец, до полного понимания, как все это делается, и процессов, и прочего. Ну да, но тут, конечно, все зависит от практики, от потока, но... Ты преподаешь? Я преподаю, да. Где? Основное место преподавания у меня вот Институт звукового дизайна. И немножко совсем, я еще сейчас с прошлого года в МШК, да. Но там совсем немножко, то есть у меня буквально там несколько лекций. А в Институте звукового дизайна я сначала очень долго был как преподаватель теории музыки. Вот, а потом, ну я вообще топлю за теорию музыки, не за то, что надо обязательно там прям по ней, а именно за само знание. То есть надо ее знать. Чтобы правила нарушать, надо их знать сначала. Вот как бы... А там такой большой балласт знаний. То есть вы прям всю гармонию проходите или что? Ну мы не вне. Мы в очень кратком виде мы там проходим. Естественно, там все вот это вот не пройдешь. Но хотя бы базово, чтобы я людям пытаюсь в систему хотя бы объяснить, что она есть, что ее много мудрых людей за много столетий придумало, и что ее нельзя просто брать, игнорировать. Почему бы не воспользоваться такой классной вещью, как теория музыки, когда ты пишешь музыку? Почему многие ее игнорируют? Мне абсолютно непонятно. То есть много веков люди делали отличную систему, в которой можно функционировать, в которой можно облегчить себе задачу просто, потому что там есть закон, и ты делаешь по законам уже более-менее хорошо. Это экономит время, скорее всего. Да, да. То есть это отличная вещь просто для понимания того, как музыкальная, вот эта вся жилка вообще внутри устроена. Почему бы ее не пользоваться, не знаю. И поэтому я взял сначала ее преподавать, а потом в какой-то момент мы решили сделать курс уже мой именно полноценный, прям направление отдельное по медиамузыке. Она в прошлом году, вот первый у нас был поток, в этом году сейчас вот вторые ребята ко мне пришли. Она, вся эта тема, честно говоря, она исключительно из каких-то, кто-то может сказать, да он так на камеру просто говорит, но нет, она исключительно из цели. То есть скорее я понимаю, что у меня есть знания, которыми надо делиться, надо, надо делиться. То есть нельзя просто сидеть и всю там в себе вот это и держать. Надо выращивать новый талант, потому что в среднем уровне если вырастет, нам всем от этого будет хорошо. Собственно я решил вот это сделать, просто чтобы у меня была площадка, на которой я могу людям давать здание, а возможно приглашать кого-то, чтобы эти люди давали знания и потихоньку выращивать какой-то контингент новых композиторов, у которых есть у кого поучиться, есть у кого спросить совет, есть к кому обратиться. Потому что в наше время, когда мы все там начинали, ну вот я начинал, когда особо не было у кого спросить. ты не знал, к кому обратиться. Да, конечно. Да, только если друг, который уже каким-то образом там оказался. Да, да, да. А в МШК, ну то есть я понимаю, почему бы и нет, мне предложил Николай Скачков попробовать. Я говорю, я с удовольствием. Ну, естественно, я понимаю, что я везде там себя не совмещу, но вот со мной все-таки направление звукового дизайна, просто потому что там такое мое детище, я полностью контролирую. Ужас, как он идет, что я преподаю, что я хочу им дать, в каком формате, в каком там это. То есть я там стараюсь выстроить систему такую, чтобы люди базовые знания получили. Не, ну это круто-круто. Ты просто сказал сейчас про то, что, да, вот нужно не зажимать там знания в себе, а распространять их. Вообще нет такого ощущения, что вот в России как будто бы все не хотят дружить как-то сильно рассказывать то, как они вот сколько они знают и так далее. Такое ощущение есть, но у меня такое ощущение, что это проходит. Ну вот мне тоже кажется, слава богу. Мне кажется, что вот сейчас, например, даже та история, когда мы вот петицию писали там по поводу Союза спасения, она прямо очень хорошо, мне кажется. Как прекрасно эти. Да. Но вот, то есть в какой-то момент люди что-то начали друг с другом все общаться. Сейчас вот появилась новая инициатива. Вот это там от Ивана Бурляева, который, лаборатория РЭК, которая старается условия для композиторов создать. Появилась под Российским музыкальным союзом ассоциацией киномузыки. Другое название, сейчас не помню точно. То есть там вдруг, ребята, все мы хотя бы собрались и познакомились друг с другом, вообще увидели друг друга, пообщались. То есть вполне себе, мне кажется, все-таки взаимное уважение вполне себе между коллегами есть. Здесь просто... Здорово. И то есть общение просто не было налажено именно контакта, потому что как-то у тебя же прямой, в принципе, потребности нет с коллегами общаться. То есть нет такого, что сижу, а пообщаюсь с коллегами. То есть у тебя все-таки причина какая-то должна быть. А тут появлялись какие-то события, ради которых все начали как-то между собой общаться. Почему бы и нет? Давай расскажем про эту историю. Про Союз спасения? Да. Потому что, насколько я понял, да, проблема в том, почему всем не понравилась эта история. потому что композиторы саундтрек выдвинули на Золотого Орла. На Золотого Орла. А там? Продолжай. Там, ну, там, я вообще, если честно, очень всегда не люблю вообще кого-то даже близко критиковать. Конечно. Но здесь произошла даже история не то, чтобы... Я не знаю, на каких условиях был композитор. Возможно, у него там мало времени было. Да, мне кажется, там с продюсерской... Да, то есть мы не знаем, в каких условиях он оказался и как быстро вообще он на это написал, и как, то есть я не знаю. Но я точно знаю, что, мне кажется, большой фильм за миллиард рублей не должен выходить с такого именно технического качества музыкой, которая еще зачастую является максимально переписанным референсом. То есть, чтобы было понятно, я вот треки из Союза спасения использую для студентов, когда показываю, типа, смотрите, когда ты плохо свел, и вот когда ты хорошо свел. Когда у тебя нет идей, когда у тебя есть идеи. Вот «Меч Короля Артура» и «Союз спасения», вот так срагнишь. Они даже по структуре абсолютно одинаковые. По темпу, по всему, по ритмике. И есть еще другие какие-то переделанные референсы, тоже очень в лоб сделаны. Слушай, ну мне кажется, действительно, это больше продюсерское было решение. Да, и как бы никто не... Мы были такие истории раньше. Был, например, очень мне жалко было отличный сериал, про который говорили, который на Netflix взяли, который Стивен Кинг похвалил. Как он, «Эпидемия» был, от премьер, от «ТНТ» был сериал. А-а-а. Отлично. Еще его на второй сезон продлили, только я что-то не дождусь второй сезон. Офигенный сериал. Но там тоже такая история была. Я сидел и просто покадрово угадывал референсы, где этот трек, где этот. Там даже умудрились трейлершину взять. Там умудрились трек взять из трейлера «Первого мстителя», который наши ребята русские делали. Я прям сижу и смотрю, просто он играет на гитаре до ми, а тут ми до. Там он играет Рэми Фасоль, а он соль фа... Короче, вот абсолютно переписанный саундтрек. Окей, ладно, бывают такие ситуации в кино, это плохо, мы с этим боремся, но это не вызывало таких резонансов. Но когда это номинировали на лучшую музыку, тут уже всех порвало, потому что это совсем перебор. Да, это странно. И в какой-то момент кто-то, я не помню, кто конкретно, мы сначала просто все обсуждали это, а потом кто-то сказал, что было бы клево вообще с какой-нибудь инициативой выступить все вместе. И вот оно что-то раз-раз-раз понеслось. Там мы начали, по-моему, я составлял какой-то текст, мы с ребятами, ну, как-то коллективно, в общем, составили этот текст и начали собирать подписи. Прецедент был создан. То есть мы... Вот появилась такая история, не знаю, чему-то она учила она или нет, потому что вот в этом году, например, номинировался огонь на лучшую музыку, который тоже при всем уважении может быть композитор, это его дебютная работа, но... Я недавно познакомился с Кириллом как раз. Да, но... Ну, слушай, это дебют его действительно, и я так понимаю, что ему тоже там сложно пришлось... Да, конечно, я нисколько, то есть не это, но с точки зрения продюсеров я не могу понять, почему они допустили. То есть там именно откровенно, технически есть вещи, которые можно было лучше сделать именно хотя бы просто там... Но я вообще не понял этот саундтрек, и тем более не понимаю, почему он номинирован на лучшую музыку, хотя в это же время было столько хороших фильмов в 21-м году с офигительной музыкой, которые вообще мимо прошли, их просто не номинировали, их никто... Я понимаю, что номинация «Золотого орла», скорее всего, выполняет другую роль. Не номинировать кого-то на лучшее что-то, а скорее подчеркнуть, что фильм был номинирован на много наград. Вот для этого, скорее всего. Кто знает про лучшего композитора, кроме, собственно, композиторов? Скорее всего, это никто не обсуждает, всем пофиг, в принципе. Поэтому, скорее всего, эту номинацию используют больше для того, чтобы добрать каких-то номинаций и призов, если они нужны. Но, в общем, я не знаю, чему-то научил «Союз спасения» продюсеров, но, как минимум, он собрал нас точно всех ближе. Ну, я помню, что там и с продакшеном как-то было прям на скорую руку. Там вообще весь фильм, к нему много, огромное количество вопросов, начиная, типа, от технического качества, заканчивая повесткой, заканчивая бюджетом, миллиард, миллиард, с чем он стоит, он не выглядит на миллиард. Тут даже «Бэдкомедия», я помню, про музыку упомянул, хотя он обычно как бы не то, чтобы саундтреки сильно обсуждает. Забавно. Но, не знаю, у меня такое ощущение, что реально прям очень-очень быстро как будто бы нужно было сделать, как будто бы в последний момент. Да, ну, короче, это их дело, но в любом случае хорошо, что мы вот эту штуку организовали, потому что теперь другие хотя бы увидели, что так может произойти, что могут ребята собраться и предъявить за что-то. Профсоюзов у нас нет, по-хорошему надо бы создать, мы должны когда-нибудь мы дойдем до того, что это в реальном в итоге вырастет все в какой-то прям полноценный профсоюз. То есть, если делать профсоюз, он прям должен быть занозой такой у всех, как вот союз сценаристов, ой, профсоюз сценаристов в США, которые, а это реально для продюсеров заноза, то есть они не могут просто чуть-чуть они там нарушат права какого-нибудь сценариста, профсоюз приходит, начинает их уничтожать, просто. И им бы, да, и сценаристы в итоге защищены. Вот по-хорошему нам тоже надо собираться и самим своими руками делать такой же профсоюз, который в конце концов приведет, приведет какое-то ультимативное такое воздействие, что ты вот не можешь против сказать, потому что скажешь, против, и все. Пока звучит, конечно, как-то волшебно и по-американски, знаешь, так. Тут просто, мне кажется, главное не сидеть, не ждать, пока кто-нибудь это сделает. Никто не сделает, нам надо просто самим садись брать и делать. Ну вот, вот это хотя бы связь с ассоциацией сделали. Посмотрим, что мы дальше с ней сделаем. Ну, дай бог. Вообще, проскочили тему твоих музыкальных вкусов, чтобы понять вообще, какую музыку ты вообще слушал до того, как сделал Imagine Music, например. Ну, во-первых, естественно, это музыка для кино. Вообще, всевозможные саундтреки я слушал с детства, с игр. Не, ну, может быть, какие-то, знаешь, там, я не знаю, продиджи там. Продиджи обязательно. То есть, ты больше электронщик? Нет, я объясню. Здесь, нет, я очень классику люблю. Очень люблю разные. Ну, то есть, в свое время разбираю. Причем, не значит, что я ее очень часто слушаю. Странно вот звучит. То есть, я очень люблю, очень люблю в ней покопаться, очень люблю, когда она где-то играет. Я могу, там, я ходил, там, на Моцарта, какие-то, там, там, но я могу на симфонические ары. Но при этом, да, то есть, я в ней понимаю, что-то разбираюсь, не могу сказать, что я сажусь в симфонии слушаю, там, по вечерам. Короче, у меня две есть позиции. Во-первых, я очень боюсь выделять кого-то среди других, потому, мне кажется, это нечестно. Меня когда спрашивают, какой твой любимый режиссер, любимый композитор, любимый, я вот боюсь вот этих понятий, потому что выделишь одного, а еще десять других, такие, блин. Конечно. Но, так или иначе, кто-то больше на тебя повлиял? да. Но смотри, в детстве слушал, в детстве прям, я слушал драм-н-бэйс, он тогда стал популярен. Вот. И вот, и киношный какой-то музык. Я тоже, просто, это удивительно, что, ну, класс. Вот, потом, причем не только там, пендуум какой-нибудь, но и более такой, глубокий какой-то там. Слушай, ты начало с джангла, я так понимаю, тоже начинал, получается, если это в детстве у тебя было. Ну, джангл. Нет, джангл, вот я уже не слушал, я в смысле, он уже отошел, я прям драм-н-бэйс больше слушал. Но у меня, там была проблема, у меня не было дома интернета вообще, вплоть до, там, с самого последнего года, прежде чем я уехал в Москву, то есть у меня там был модем, только в конце вот эта, с кучей, очень дорогим трафиком. Короче, я не мог скачивать себе, просто взял, скачал там что-то, мне приходилось искать. Плюс, типа там, Трушка. Да, то есть там Рза, там Snoop Dogg, вот это там, Бутан Клан, короче, вот таких вот ребят, Васта Раймс, я сейчас всех не вспомню, но много чего у нас, прям в целом, мы собирали пачки, какие-то каталоги, себе там с дисков копировали у кого-то, там, короче, у нас огромная коллекция была, Cypress Hill, там, вот это все. И я до сих пор его люблю, на самом деле, иногда послушать, там он очень клево сделан. Классика уже. Да, вот, и потом в училище, я, естественно, увлекся симфонической всей этой музыкой, ну, мой у нас духовой оркестр был, ну, в любом случае, я имею в виду академической музыкой, джазовой музыкой, очень увлекся, в биг бенде играл тоже, вот, мне нравилось. И вообще всю джазуху вот эту начал слушать, меня увлекло, как там все это сделано. Вот. Короче, я много еще слушаю, наверное, что реально мимо меня немножко проходит, может быть, современная какая-то, то есть я, например, не слушаю там Моргенштерна, при том, что я очень уважаю абсолютно то, что они делают, то есть я, у меня нет какого-то, точнее, не так, я вообще стараюсь избавляться от любой предвзятости, как только она у меня появляется. То есть если я вижу, что что-то популярно, но мне не нравится, я сразу первым делом говорю, что тебе, ну, это же популярно, значит, в этом есть, скорее всего, что-то. И, ну, есть проценты случаев, когда не находишь, ну, да, я прекрасно тебя понимаю. Ну, вот, ну, в общем, я их не слушаю, но это не значит, что я их не изучаю. Добавляю себя все подряд просто. Там в каком-нибудь ВКонтакте, в музыке у меня себе посмотреть, там что только нет. Я добавляю себя альбомами, все подряд, и просто еду в метро, слушаю, еду в такси, слушаю, еду где-нибудь еще, слушаю, сажусь где-нибудь, слушаю, слушаю, нравится мне, не нравится я, слушаю, все, стараюсь просто быть всесторонним, понимающим, что вообще происходит в мире музыкально. Мне кажется, для медиакомпозитора это вообще самое главное. Да, 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 потому что это опасно выпасть просто из повестки и в конце, потому что можно потом не вернуться. Я последний раз себя помню, очень порадовался, когда просто нашел плейлист на Spotify, типа миллиардники прослушивания, и просто я такой, окей, освежил все. Да, да, короче, я прямо практикую, это у меня часть рабочего процесса, я сажусь слушать, слушаю, слушаю, и саундтреки в частности, то есть я сажусь, и трейлерщина всю новую, какую могу найти, переслушиваю, всякие саундтреки, стараюсь тоже слушать, там, чтобы даже из фильмов неизвестных, где просто хотя бы иметь пример неизвестного фильма. Ты, наверное, тоже слушаешь саундтреки до премьер, бывает такое? Не всегда, если честно, это зависит от премьеры, бывают фильмы, в которых ты боишься себе испортить впечатление даже любой нот. Согласен, согласен. А бывает такое, что ты понимаешь, что на фильм, в принципе, скорее всего, может, и не пойдешь, поэтому сидишь и слушаешь. Слушай, у меня даже было иногда, я фильм-то не видел, а саундтрек я просто послушал, я как бы такой знаю, о чем фильм, такой, окей, интересно. Да, у меня буквально вчера я сел слушать, сел, сидел, слушал хищные, хроники хищных, нет, хроники хищных городов, был какой-то фильм, Питер Джексон его продюсировал, про какие-то города на колесах, там они ездили, там какой-то стимпанк такой немножко, там Model Engine по-английски назывались. Какие-то года? Вот, недавно было, типа в семнадцатом, шестнадцатом, по-моему, году. Там Джанки Эксель музыку писал. Да, да, да. Это, к слову, слушай, все, я смотрел. В фильмах, и Джанки Эксель там тоже. Вот, и я вот слушал его, например, там типа не смотрел фильм, возможно, даже никогда не посмотрю, но сидел, весь саундтрек переслушал. Я помню, что мне безумно понравился саундтрек Безумного Макса Дорога Ярости, а потом что-то я начинаю слушать, что он просто делает то же самое практически. То есть его, ну, во-первых, его зовут только на боевике. Да. И вот он нашел вот этот тембр свой эпических барабанов и в каждом фильме. Не, я Джанки Экселя для себя раскрыл тогда, когда я послушал который он делал. Потому что там электронщина абсолютная, то есть песни, блин, какие там песни просто. Он же вообще электронщик раньше. Да, да, да. И вот у него вот эти две сущности вот этих умещаются. Он прикольный электронщик и прикольный, при этом вполне себе там оркестровые дела умеет пилить нормально. Ну, умеет. Может быть, не на каком-то там Джон Уильямовском уровне там, да? Да это и не нужно. Но при этом, да, у него абсолютно, то есть ты смотришь, понимаешь, да, возможно, он там не какой-то самый, не Циммер, может, да. Но в принципе... Нет, определенно у него есть своя краска. Да, но мне такое ощущение, что его, может, и зовут на такие проекты, где вот ему, ну, им нужна вот эта краска. И у него, может быть, просто нет места, где развернуться, попробовать там как-то. Может, и он не хочет как-то от него. Не знаю. У меня, на самом деле, по всем голливудским композиторам вообще по всем двоякое впечатление. Кроме, может, там Циммера по нему, в принципе, достаточно однозначное впечатление. Просто потому, что дядя такой, даже как больше продюсер. Но, например, Рамин Джавади. Блин, ну это тоже... Очень... То есть я дико восхищаюсь, например, саундтреком, точнее, вот самой первой композиции седьмого. Нет, из седьмого сезона там есть вот этот Light of the Seven, она очень популярной стала. Это ты сейчас про... С начала седьмого сезона, прям самая первая серия, там вот этот трек играет, называется Light of the Seven. Подожди, фильм какой? Игра престолов, да. Игра престолов, да. Ну, естественно, да, Рамин Джавади. Вот. Офигительно просто сделано. При этом ты включаешь восьмой сезон, открываешь тему вот эту, где Короля ночи убивают. И я в таком шоке был. Я когда посмотрел, и потом еще переслушал, я думаю, как? Типа, там просто такая пианинка попсовая, как будто это Юрий Лоза написал, короче. То есть там я не понимаю, типа, как это сделано. И у него куча таких приколов. Ты слушаешь, думаешь, круто. Буквально через секунду слушаешь, блин, что это за... Слушай, ну, у меня точно такое же впечатление именно по Джованни, потому что, да, окей, Игра престолов, там, это мировой просто трек, который все знают, все помнят. Продакшн, ну, как бы, суперски все классно. А потом я помню, что Мир Дикого Запада. И я прям в какие-то моменты, ну, то есть обычно, даже как бы обладая профессиональным слухом, как бы ты саундтрек можешь послушать, но в какие-то моменты ты просто забываешь про него и смотришь нормальный фильм. То есть саундтрек, значит, хороший, как правило, если ты не сможешь его заметить. Прям, ну, так. А тут я помню, что прям бац, и во втором сезоне это особенно началось. То есть прям ты такой, какие-то тоже вот дешевые пианинки почему-то вдруг. И какой-то продакшн вот этот астенатный на скрипках какой-то странный. Я такой, что произошло-то? Что? Почему? И все такие, ну, классно. Оставляю. Ну, там, там сложно, да. То есть я, например, еще к Warcraft его саундтрек послушал, понял, что он там не просто хороший саундтрек сделал, он очень уважительно к первоисточнику отнесся. При том, что в Warcraft шедевральный саундтрек вообще в самой игре, в самой всей этой серии Warcraft. Там Warcraft, Starcraft, там просто феноменальная музыка какая-то, очень крутая. Я играл на пиратках, там не было саундтреков. Не, их обязательно, я слушаю, просто... Я не играю, например, Warcraft вообще никогда не... Один раз пробовал, что-то поиграл, 40 минут, закрыл их все. Но там в главном меню играет тема минут на 12 просто. В каждом новом дополнении. И это просто шедевры вообще. Я помню, также я очень восхищался Diablo 2 саундтреком. Да, на Diablo 2, там просто Мэтт, я забыл, как его зовут, который сделал. Да, тут все же забываешь. Бываешь, блин. Да, короче, ладно, но это ответвление. А вот, например, еще композитор тоже меня смущает, Long Bell. А ты знаешь, почему... Мне кажется, потому что он очень долго посидел в подмастерье у Циммера. Может быть. И как бы начало, он считай, наполовину он написал, и он потом просто перенял какой-то этот стиль циммеровский. И теперь его... Это мое предположение, его зовут как этот Циммер подешевле. Ну, может быть, да. Просто у него иногда слушаешь... Вот у него, например, в Assassin's Creed, Brotherhood, или какая-то... Revelation, вот его звали туда. Там просто такая феноменальная главная тема, и вообще в целом там слышно прям опытные, такую руку. Очень круто сделано. А некоторые проекты слушаешь, там просто продакшн хороший, все, оркестр живой, а вот сама композиция просто какая-то ерунда. Ну, слушай, но у него странный этот Терминатор последний был. Ну, да, то есть вот... И, короче, на самом деле, для каждого композитора там есть и брать, по многим вопросам есть, если так-то разжевывать, но при этом, когда ты все равно смотришь, понимаешь, что они дико талантливые, все равно все сложно с этим посмотреть. И главное, они же там тоже в Голливуде же не только таланты ищут, там ищут прям ребят, которые не залажают, то есть ребят, которые сто процентов хотя бы средний хороший результат выдадут. А это очень тяжело, то есть вот для многих композиторов. Бывает, вот у меня много ребят, которые ко мне приходят, там, у них есть проблема с тем, что они вот, если расстроишь ты их тем, что у них не очень получилось, и они не могут вылезти потом. Они не могут переделать трек так, чтобы хорошо получилось. Они не могут переделать идею свою. Они не могут быстро подстройки подстроить. Вот у них все время какая-то ерунда начинается, они не могут вот переключиться как-то из там, ну, вот немножко неремесленные. Тот же Алан Мейрсон говорил нам на лекциях, когда вот мы разговаривали, и он там все показывал про сведение, то есть он хоть и за сведение, но все равно, он говорит там, почему, типа, к нему в Голливуде часто обращаются, говорит, не только потому, что, может, он там качественный или некачественный, но еще есть прикол в том, что он быстро может делать. То есть у него, и он быстро может средний хороший микс вот собрать в 5.1 там все дела, и оно будет хорошо более-менее звучать. Он, наверное, рассказывал смешную историю, когда они с Циммером получили, они с Циммером поехали куда-то записывать для Шерлока Холмса какие-то народные вот эти инструменты, а тут вдруг надо было что-то свести, и они там чуть ли не в трусах в гостинице сидели там где-то и сводили чуть ли не на ноутбуке что-то, потому что вот он может даже в этом случае выдать хороший результат. Это вообще очень важно, потому что меня в этом плане закалила очень реклама, то есть там были случаи, когда реклама – это дикеры на кости. За ночь там сделать 5 вариантиков накидайте нам, пожалуйста, к утру, и ты такой, ну хорошо, и все, и панцирь наращивается, это очень важно, потому что в продакшене, конечно, очень любят быстрых людей. Да, 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 это очень, это критически важное качество для композиторов в медиа, абсолютно. Типа твои идеи нафиг никому не нужны, если ты их поздно принес. Да, да, да. Как и звукорегиссеров так же берут, которые быстро умеют работать. Вот, и, собственно, я вообще в рекламную индустрию, например, вошел, потому что чувак просто пропал на неделю, который музыку делал, и мне такие, Саш, помоги, типа, и все, и я там за день это сделал, грубо говоря, и чувак просто потерял очень хорошее место, просто потому что он пропал, ну, может, на неделю, может, там, на два-три дня, а это, как бы, для рекламы это вообще ужасное. Да, да, это же рекламный рынок клевый, но очень страшный. Страшный. Переговорить можно очень легко. Там надо иметь стальные нервы, просто чтобы все это выдерживать, хотя деньги при этом там хорошие. Ну, собственно, вот эта закалка-то и хорошая. Да, но тут главная закалка-закалка, главное, вот я же говорю, это со стоками тоже. Я видел людей, которые так перегорали от того, что они все время вот это одно и то же делают на стоке и пытаются выжить за счет того, чтобы держать доход. С рекламой то же самое. Там ты получаешь, получаешь деньги, а потом буквально через какой-то момент я видел людей, которые прям, у них просто руки опускаются, они уже не могут выдержать вот эту скорость. Надо отдыхать. Да. Надо два раза в год хотя бы отдыхать, потому что хоть... Слушай, два раза. Я вот, например, очень доволен, что у меня лично выстроена такая система вот вообще... Я могу себе иногда позволить не... То есть вот я выстраиваю себе так график, что могу себе честным образом позволить мне где-то, например, встать с утра и вообще не работать целый день. И я рад, что я смог выстроить себе такую систему, потому что я понимаю, что вот это очень опасно в эту культуру. Просто есть люди, у которых вот шило в одном месте, они просто предрасположены к тому, чтобы прям вот 24 на 7, им это доставляет удовольствие какое-то, а есть люди, которые не приспособлены, но при этом им все время это как-то навязывается вот миром, типа, что надо, особенно там в Москве, в столице, а я уже не говорю, там в Америку ехать, это вообще жесть с этим. Там прям жестко тебе навязывают эту политику. Если ты сел на диван, ты уже... Блин, ты что, вставай, иди работай. Вот, и очень важно, если ты в себе просто понимаешь, что это не твое, то важно себе признаться в этом и в какой-то момент... То есть вот я не могу прямо сказать, что это не мое, я много работаю, но я понимаю, что мне нужен свободный график время от времени, чтобы просто себе в какой-то момент иметь возможность щелкнуть, выключиться на день, на два, на три, может быть, даже. Слушай, на таким образом... Я лично пришел к тому, что просто в субботу и воскресенье я не работаю. Я вот как бы в какой-то момент, когда я только в индустрию заходил, я такой, да, конечно, с утра сделаю, все. А потом я просто понимаю, что ты начинаешь выгорать просто. Да, но здесь еще, знаешь, такой... Помимо того, что не работаешь, здесь еще важно научиться не думать, блин, вот это самое сложное. Я помню, в первые разы я в отпуск уезжал, ты уезжаешь по толку от того, что ты в отпуске, ты сидишь и ты видишь, что тебе там копятся письма, что ты такой, я не буду отвечать, а в итоге ты сидишь и весь отпуск просто думаешь о том, как ты плохо делаешь, что ты не отвечаешь. И лучше бы ты ответил, чем... И поэтому, ну, короче, я вроде бы более-менее научился эти вещи, это очень важно. То есть на начальном этапе любой, вот кто может смотрит сейчас, он когда будет начинать, ему будет казаться, что это в принципе да я-то смогу и в какой-то момент надо просто вспомнить о том, что надо все это выстроить, наладить вот эти процессы и жить себе тогда уже спокойно, зная вот свои возможности. Главное вот себя оценивать, уметь, да? Вообще, мне кажется, в этой сфере очень важно себя уметь оценивать, потому что у многих людей вот этот фактор вообще не работает. Вот это, кстати, очень интересная тема. Как объективно можно себя оценить? Это же все зависит еще и какую цену ты попросишь там за себя, скажем, и так далее. Ну, во-первых, я бы, наверное, начинал с того, что надо объективно себя признать сначала в своих косяках, в своих слабых сторонах. То есть сразу себе, для себя же найти. Вот если тебе очевидно, люди говорят, что у тебя вот прикольная идея, а сведено не очень, признайся себе в том, что сводишь ты не очень. Пусть даже, ну, то есть, надо хотя бы это сначала признать, какое-то признание проблемы уже помогает ее решать, да? То есть пока ты не признаешься, что ты там, что у тебя что-то болит, ты не сможешь это лечить. Вот здесь то же самое. Пока ты не признаешься в своих слабых сторонах перед собой, пока ты не признаешься, что ты там, например, не знаешь теорию музыки, ты не знаешь теорию музыки. Признайся в том, не говори себе, а да, она не нужна, а просто признай, что вот эта область у меня пустая. Это никто тебя не будет за это винить. много людей, не знающих ноты, пишут хорошую музыку. Здесь вопрос в другом, что ты когда себе нашел вот эти слабые стороны, ты хотя бы знаешь, где ты сможешь оплошать, а где ты находишься в какой-то сейв-зоне, где ты точно сможешь вытащить. То же самое с жанрами. Ты знаешь, в каких жанрах ты можешь, вот у тебя получается, ты их чувствуешь, а в каких жанрах тебе надо, и ты, если вдруг попадается проект с этим жанром, ты можешь, тебе уже легче понять. Ты готов за него взяться, знаешь, что у тебя будет время получше разобраться, попробовать методом проб и ошибок такие добиться, хорошего решения. А есть проекты, где надо быстро, и ты можешь накосячить. Пока ты не признаешь вот эти все вещи перед собой, ты можешь, ты находишься в риске того, что ты где-нибудь оплошаешься, и тебя потом запомнят как плохого исполнителя. Слушай, ну мне, например, просто очень нравится максимально в разных жанрах писать. Нет, это естественно, это вообще должно быть, мне кажется, у медиакомпозитора надо уметь. Вопрос в том, что разные жанры, вот у меня, например, на сериале «Восемь способов любить», который я делал, там дикая история была. Я ее специально прямо, я только рад был, что я на нее попал. Тоже вот Гамлет Ильян, который мы снимаем, вот он маленький сериал снял. Там типа восемь серий про восемь, собственно, способов любить. Они, каждая в разном жанре, с разными героями, с разными актерами снята. Типа восемь короткометражек таких про разные способы любить. Одна там любовь типа эгоистическая, другая романтическая, третья родительская, там четвертая еще какая-то, там разные. И соответственно история. Одна такая диснеевская про девочку и собачку, другая там триллер, третья хоррор. Очень смешно, я обожаю эту хоррорную серию. Там типа про парня, который приехал домой к бабушке. Короче, и в общем там все такое что-то мрачновато. И в общем деревня типа его не отпускает. Он такой, да я поеду завтра. Они автобусы не ходят. Силан Хилл. Да, да. И короче, там бабушка к нему ночью приходит, я пришла на тебя полюбоваться. А там такой прям страшно короче. Выглядит очень классная серия. И там прям хоррор-хоррор мы делали. Ну, соответственно, ты пром несколько жанров. Да, и соответственно у тебя или вот была серия там в общем про, в общем, такую полную девушку, которая занимается и пытается фитнесом заниматься, чтобы ну, в общем, не принимает себя, там типа занимается фитнесом, чтобы в общем на них кто-то обратил внимание, на нее не обращают. Так вот, там короче на этом занятии фитнесом мне сначала пришлось делать клубешник такой прям, клубную такую музычку такую тут, тут там, а потом такой а-ля фанк короче, когда там девушки вот эти фитнес вот эти телочки занимаются в общем фитнесом надо было такой а-ля фанк сделать и я понимал что но я не смогу сходу так сделать мне пришлось сидеть изучать вот эти какие другие треки потому что я не слушаю такое а тут надо было то есть да это было интересно да но при этом я понимаю что скажи мне сделать это быстро я накосячил сто процентов я бы не вывез там это очень быстро сделать пришлось бы ну и да и там я тоже если честно то есть я садился брал уже какие-то готовые сэмплы там то есть искать старался находить какие-то вот из каталогов сэмплов хорошие бочки с нейры не пыталась пытался чуть более готовыми решениями пользоваться просто потому что они более сайловые такие то есть просто потому что я знала что это мой недостаток что там могу на косячу ну да ну просто как минимум нужно очень много послушать из-за области времени послушать много не было ну да каком жанре ты хотел бы работать в каком какой тебе больше все-таки вот ближе признался себе в итоге да не вот именно что я скорее может есть какие-то жанры в которых я не особо хотел бы работать на тех каких может аля как это попсовая музыка вот может быть что короче вот что-то грувовая качевая это немножко не мое то есть я не особо мне нравится слушать эту музыку но я не очень там но грувовая это фанк может быть но я имею короче музыка которая основана на вот этих вот там сайчейн бочка с басом там выбрать лучший сэмпл с нейра давай там какой-нибудь эти ну вот про вот это все или ты или вот например музыка где давай установку запишем так чтобы винтажника звучало это немного не моя сфера я понимаю про что они говорят но не настолько опытен и не настолько мне скажем прямо это сильно интересно мне больше нравится разводиться с тембрами какими-то асинтовыми находить интересные решения именно киношные такие которые эмоции вызывают то есть вот песенную музыку на не хотел бы делать потому что не мое это все-таки но мне нравится и слушать но делать не очень а вот возиться но дать много в чем мне как раз нравится вот трейлер шина кстати хороший плюс трейлер шина в том что ты все время в разных жанрах в разных стилях на разных настроениях не так что ты сел на проекты два года одно настроение делаешь а так что ты прям вот вариативность у тебя есть какая прикольная ну круто ну короче ты определился в общем то получается но она он миш мы классно вам болтая и много полезного сказали спасибо что пришел рад был и и и и